А, они вон тут, да? Все, окей. Сейчас я вернусь. Алло, окей. Очень хорошо. А, ну что, тут записи, да? Ждем, когда мы начнем, так вот сейчас. Так, спасибо вам, да? Я поняла, хорошо, спасибо, можем начинать. Спасибо. Дорогие друзья, мы сегодня собрались на очередную встречу нашего цикла «Мастер-класс» проекта «Философская мастерская». В мастер-класс к нам приходят крупные специалисты в области философии и делятся с нами практическими знаниями, в общем-то, секретами своего мастерства. И сегодня у нас в гостях известный философ, крупнейший специалист по классической мастерской философии, по Ширину, доцент института высшей школы экономики, гуманитарного факультета, Петр Владиславович Резвов. Спасибо. Спасибо за приглашение. Мне очень нравится этот проект «Мастер-класс» и, мне кажется, очень хорошая идея. Ну, и мы тогда обсуждали, о чем мы можем долго поговорить. Я вот предложу такую, может быть, не самую собой разумеющуюся тему, поскольку здесь действительно можно поговорить о вещах, которые имеют отношение к каким-то ремесленным и прочим. Так, а там что-то с ним происходит, с картинкой? Почему то включается, то выключается? Наверное, с картинкой. Мне кажется, с картинкой. Мне кажется, с картинкой. Там что-то с сигналом не снимает, с разъемом что-то. Ну, вроде я ничего не двигал, все должно быть. Ну, да. Ну, и вот я предложил такую тему, да, говорить о слушатель записи, как историко-философском источнике. Это важная тема, на первый взгляд, скажу, что если я такой, в общем, ремесленный и маргинальный, на самом деле имеет много всяких разных увлекательных методологических, задержательных аспектов, да, которые связаны с, ну, вопросом о том, как вообще, как мы себе представляем философское наследие наших предшественников, как мы реконструируем то, что, собственно, за этими текстами стоит, да, на какие источники мы опираемся и как меняет нашу обращающуюся эти источники, как она меняет, собственно, представление о воззрениях, да, и логике работы того или иного философа. Эта, в общем, тема довольно важная именно для периода, ну, для историко-философа, который я с ним занимаюсь, то есть для 18-го, 19-го, ну, и отчасти для 20-го столетия. Я думаю, ни для кого не секрет, что для, как правильного понимания, да, логики развития европейской философии на рубеже 18-го и 19-го веков, да, очень важно принимать на внимание то, что философы, как в эпохе просвещения и философы, так, периоды, значит, вот расцвет немецкого идеализма, они существуют не только как кабинетные учёные, не только как, ну, авторы и конкурирующие на рынке, да, но они существуют так же ещё и в определенном институциональном конкурсе, прежде всего в университетском, да, и поэтому они транслируют свои не только формы печатных трудов, но и важной, существенной составляющей их, собственно, творческой лабораторией является работа на университетском кофе, да, чтение лекций, общение со студентами, и многие из ключевых представителей европейской философии 14-го века, они рассматривали эту работу, да, которая, прежде всего, конечно, связана с устной техникацией, рассматривали её как важную составную часть, именно, ну, такой индивидуальной лаборатории философов. Я думаю, что многим из вас известно о том, что творческое наследие ключевых представителей патрикаторской и инвестиции философии, оно состоит не только, и в некоторых случаях даже непреимущественно её публикованных работ. Многие знают, наверное, что, значит, кантурское наследие, да, помимо ключевых трудов, которые им привездано, включает в себя, да, довольно обширный инвестиционный материал, который постепенно входил в обеих ход, благодаря работе как-то, да, лекции по логике, лекции по холософии и религии, лекции по специальным дисциплинам, которые как число общение долгого времени, атропология, лекции по физической географии и подобные вещи, да, они постепенно входили в обеих ход, и они, как бы, важные аспекты оттуда, которые своего отражения не находят в его таких ключевых, канонических, классических трудах. Тенденция это к тому, чтобы, да, какие-то определенные вещи, именно устные формы, да, формировать, она усиливается как раз очень сильно, в общем существенно цитатовской философии, если мы посмотрим на то, что в ФИФТе мы увидим, что ФИФТе с течением времени после переезда в Берлин все меньше и меньше делает ставку на описанность, на распространение печатной формы философских содержаний, он настаивает на том, что поскольку философское мышление, оно неразрывно связано как бы самостоятельно внутренней активностью, да, оно через текст не транслируется, да, оно транслируется через прямой контакт с учительным учеником, ну, ФИФТе сознательно настаивает на том, что в этом смысле устный, медиаусная речь, да, он более приходит для работы философа, ну, апеллирует к Платону, соответствующей традиции, эксплицитным, да, и, как бы, значительная часть ФИФТовского наследия философского, который отражает его уже, как бы, зрелые, да, зрелые его философские опыты, это не тексты, которые были написаны, а тексты, которые произнесены устно и которые для нас сохранились благодаря тому, что и тексты в аудитории записывать и, значит, присутствующим, и было для нас сохранили. Некоторые из этих текстов уже непосредственно после смерти ФИФТа были опубликованы в собрании сочтений, которые ему сын издавал, да, ему даю Герман ФИФТ, а не философский, а некоторые из ключевых таких лекционных текстов, они открыты были только в 20-м столетии, но в этом смысле там, предположим, поворотным пунктом было открытие Эриком Фуксом в 80-е годы, если я правильно помню, в записи, служебной записи лекционного курса ФИФТа, который называется «Наукоучение и сложное новым методом», так называемое «Нового метода», который связующим звеном является между ранним и проектами наукоучения ФИФТа, которые он в печатных трудах излагал, да, и тем, что он излагается в последнейших лекциях, которые уже были, благодаря им наукоучениях ФИФТа были обведены. Так что для ФИФТа это принципиально помню. То же самое касается Гегелевского наследия, тоже многие знают, теперь это уже стало общим местом, что собственно аутентичными гегелевскими сочинениями являются, если бы для крупных философских произведений только четыре текста, да, «Наукоучие философские, наукоучие философские, наукоучие и им печатные версии текстов», а значительная часть текстов, которые составляют, входят в то, что мы называем гегелевский корпус, философии истории, эстетика, история философии, философии религии. Это в основном материал лекционных курсов, которые были переработаны учениками и после смерти Гегелева были признаны, причем признаны были не все, а признаны были только определенное количество ООС, отобранное нам по определенным, ну, по определенным критериям, да, которые тоже сами по себе нуждаются еще как разъяснения и обсуждения. Ну, и поэтому, конечно, да, именно для этого периода важно, ну, внимание, да, о том, что, если я буду говорить что-то, что все уже знают, скажите мне, мы это слыхали уже, да, не надо нам издавать о том, что я опять расскажу. Вот, потому что я не могу, ну, то есть, я не приглашу свое извинение, потому что я говорю не все абсолютно новое, да, какие-то еще и другие места, как говорилось, да. Вы говорите известное, известно немного, а тем более то, что рассказываете. Ну, шерман ситуация особенно в этом смысле интригующее, да, потому что, потому что, судьба его творчество наследия сложилось очень драматично. Шерман, как вы знаете, наверное, многие знают об этом, значительную часть своей жизни, значит, работал над крупными философскими проектами, которые не были доведены им при жизни до той формы, да, в которой он решился бы их добавить, доверить печатному станку. То есть, после 1809 года он практически не публиковал никаких крупных сочинений, да, и публично практически не выступал, только в 1115 году опубликовал речи «Сопрактических божествах», ну, и там еще была пара небольших текстов в 30-е годы, да, а никаких крупных программных философских сочинений он не печатал, да, и более того, до 120-го года он и публично нигде, как философ, не заявлялся. То есть, 11 лет он просто молчал, да, а в 120-го года он начинает активную преподавательскую деятельность возобновлять, сначала в Ирлангеме, а потом в Юнхене, и потом в Перлине в 41-м годах, и, собственно, его философская работа на протяжении почти сорока лет последних его жизни, она нашла себе воплощение, прежде всего и преимущественно, именно в лекционных курсах, которые он из года в год читал в университетских камерах. Тексты, которые он разрабатывал для этих курсов, предполагались им в последствии их публикации, он все время периодически объявлял, что скоро будет, скоро будет, скоро будет, скоро будет, постоянно перерабатывал. Но как-то он окончательную форму этим своим замыслом так и не смог предать, хотя оставил некоторые завещания, по которым сын должен был распорядиться его бумагами соответствующим образом. И значительная часть его позднего творчества, она вот воплощена, прежде всего, именно в эволюционном материале. Разумеется, для эволюционного материала, что он сам готовил как рукописный некоторый базис. Но после его смерти, когда остался огромный массив архивного материала, то наследники распорядились им по своему божевому битву. Распорядились таким образом, что то, что те аутентичные материалы, которые были в воспоряжении семьи, было решено положить в основу издание собрания сочинений, которое в очень краткие сроки, быстро было сыном его, Хрид Ватарова, или Хамангустом Шерлингом, было подготовлено и издано на чрезвычайский подпект. 14 томов сочинений, были поделены на два отдела. Первый отдел – 10 томов. Представляю, в хронологическом порядке некие сочинения шерлинговские, ранних наиболее сочинений 30-х годов, частично изданные тексты, измельченные из архива и вновь опубликованные по шерлинговским манус-криптам. А последнее отдел представлял собой то, что, как предполагал сын, должно было стать итогом его творческого развития. Собственно, то, что Шерлинг сам анонсировал философию мифологии и философии оставения. Эти четыре последние тома, они должны были как бы позднейшую, зрелую, жерлинговскую философию. И в основу его тоже был положен рукописный материал. И долгое время, собственно, вся интерпретация шерлинговского наследия, она строилась именно на апеллянции на какие-то высочные тексты. И уже в начале двадцатого века все эти стали замечать, что в этих текстах много странных особенностей и что, в общем, что-то с ними не так. Там есть повторы непонятные, есть непонятные разрывы в документации, есть странности в формулировках. И уже в начале двадцатого века стали высказываться мысли о том, что, наверное, все-таки следовало бы пристально к этим текстам присмотреться. Но исторически так сложилось, что интерес к шерлингу возобновился только вот в подстоящем такой же годе в конце тридцатых, в начале сортовых годов. Обстоятельства не способствовали тому, чтобы интенсивно с его архивом наследием работа началась раньше. А когда вот на рубеже двадцатых, тридцатых годов немецкие исследователи стали заниматься, собственно, тем, а что же в рукописном архиве было и что послужило основой для работы тех, кто же делал заболевание, то выяснилось, что в опубликованные четырнадцать столов пошло далеко не все из того, что от шерлинга, собственно, осталось как серьезный рукописный материал. Более того, когда стало известно о том завещании, которое шерлинг оставил, оно при поводу уже в 50-е годы, то стало ясно, что шерлинг, например, многие тексты, которые фрис включил в собрание сочинений, он не собирал собрание сочинений. Он, например, распорядился уничтожить рукописи. Если бы фрис поступил в соответствии с этим распоряжением, они не могут любить. И некоторые другие рукописи распорядился уничтожить. И, значит, когда начали заниматься этим активом в тридцатые годы люди, которые были энтузиастными в жерлингском творчестве, Марфред Шпоттер, Ходс Холманс и еще целый ряд других немецких исследователей, они обнаружили, что опубликованные сыном это только Вепуш Айсберга и сдались целью максимально полного наследия распоряжения. Но это трудная, долгая только работа, которая началась, началась война, в общем, с подвижниками. И, значит, этот рукописный архив, который Айсберга хранился, он был по делам две части. Одна часть хранилась, то есть сначала обе они хранились в семье, одна была в распоряжении зятя Шеллинга, Густава Уклита, он был профессором в университете, она потом в Университете переключала, в архив Минского университета. Другая половина хранилась в семье до начала 30-х годов, и в связи с тем, что в семье этих бумаги хранить было невозможно, в начале 30-х годов была передана в Берлину Броднобургскую Академию наук, и там хранилось, значит, было два, две части Шеллинговского архива, ну и семьи тоже. Мюрхенский архив в 1444 году во время бомбежки американскими войсками города Мюрхена полностью измолнился. Это были десятки тысяч страниц лекостов, и с них чудом сохранились только два. Один, потому что он был помещен в другой архивный массив и в другом помещении лежал. Другой, потому что Манфет Шрёдер, который тогда работал над заданием материалов, связанных Шеллинговского тракта мировой эпохи, подоговорился с архивариусом, эти документы просто унес домой во входной инструкции. И они чудом сохранились, в 1446 году были изданы. А вторая часть, которая была в Берлине, она пройдется вот такими и наук, но она довольно быстро оказалась в другом государстве, а именно в германских бомбократической республике. В время Шеллингово отношение было, в общем, не очень многожелательное, учитывая известные отзывы Энгельса на Шеллинговские лекции 1941 года. И, в общем, этот архив для западных германских исследований был труднодоступен, не могу сказать совсем недоступен, но труднодоступен, особенно им никто не занимался. В общем, только после высоединения Германии началась активная работа в этом году. И, значит, когда в 50-60-е годы активный интерес философский к Шеллингу в контексте новых философских движений, в связи с появлением экстенциальной философии, в частности, в связи с появлением работ Хадигера и Ясперса резко возобновился, резко оживился этот интерес, стал вопрос о том, можно ли каким-то образом активизировать работу по расширению нашего наследия, и тогда возникла мысль здравая, которая изменила представление о том, откуда мы можем идти в среднем. Если философ в течение десятилетий регулярно читал инфекционные курсы, на эти курсы собирались сотни людей, то не может быть, чтобы от этого не осталось никаких следов. Да, мы не знаем, никогда не узнаем, что было в Мухинском архиве, потому что он погиб, а в Мухине как раз хранилось именно то, что к самому интенсивному периоду его инфекционной активности относится. В 30-е годы, с 20-х и 30-е годы, с 27-го по 41-й год он не преподавал, и именно в это время создавались философные технологии, философские откровения, то есть вот эти ключевые вещи, которые потом в берлинский период уже разрабатывались и развивались. И тогда началась систематическая работа по поиску и обработке вот этого самого капитального материала, который со слушательными записами сейчас. И выяснилось, что это действительно огромный массив источников. То есть аналогичный процесс ходит в Гегелевском наследии примерно в это же время, в 60-70-е годы. И довольно быстро это изучение вот этих слушательных записей, оно в общем выделилось в целую область исследовательских активностей. Потому что на самом деле с этим видом источников, текстами второй руки, связано и много металлогических проблем, и много содержательных исследовательских проблем. И я хотел просто поделиться какими-то вещами, с которыми исследователь оказывается в конфронтации, когда он с такими документами имеет дело. Ну, я какие-то вещи попробую показать. Значит, там видно, всем видно, наверное, видно. Так, сейчас у нас вот так. Ну, я буду, может быть, это будет немножко суммурно, не то, чтобы у меня есть какая-то прямо супер продуманная какая-то композиция, я бы сказал, немножко разных вещах говорить, да, но попробую в разные аспекты, там, работать с этим материалом, как-то осветить. Ну, во-первых, почему нам вообще могут быть интересны эти слушательные записи, да, и какого рода слушательные записи для нас могут иметь, могут представлять вот такой действительно исследовательский, как бы исследовательскую интвигу. Прежде всего, как я уже сказал, вот как в случае век или как в случае шерлинга, мы иногда можем благодаря записям составить себе представление о тех аспектах наследия, которые в напечатанных работах вообще или вообще не отражены, или отражены очень слабо. Ну, вот замечательный пример, да, в философии мировой истории Гегеля. Все знают, да, историки философии, что у Гегеля нет текста рукописного, собственноручного, в котором он бы излагал свою философию историю. Значит, в основу текстов, которые в собрании с учениками были положены, да, значит, в основу были положены тексты слушательных записей. Вот одна из таких записей, значит, мы можем узнать, как выглядел Гегель в истории, да, только из такого рода источника. Причем, понятно, что тогда возникает вопрос, если речь идет о слушательной записи, то желательно, чтобы была хорошая запись, чтобы она отражала как-то адекватно то, что Гегель говорил, да, и в связи с этим возникает масса проблем, связанная с тем, что если мы вообще уже имеем такие записи, да, они у нас же в архивах есть, нам нужно их, это трудоемкая работа, она уже все их, как бы, с ними познакомиться, понять, какая из них толковая. Потому что студенты бывают разные, бывают студенты, мы это увидим еще, бывают студенты, которые не очень понимают хорошо, что скапит разучение, бывают студенты, которым коррекции не хватает, да, и, конечно, желательно, с одной стороны, не быть заложником, да, низкой компетенцией скриптора, хотя, с другой стороны, как мы увидим, плохая запись, она тоже обладает своей самостоятельной ценностью, да, это тоже очень любопытно. Иногда нам интересно, да, кого записывали, нам интересен тот, кого записывали, да, и тот, кто, кто, собственно, с кафедрой говорил, да. Бывают другие случаи, да, бывают случаи, да, бывают случаи, когда нам интересно не кого записывали, а нам интересен тот, кто конспект ввел, да, вот, это тоже, ну, я покажу такую для истории, для философии особенно яркий замечательный пример. Вот, например, у нас имеется такой замечательный документ. Вот у нас есть конспект лекций Фихте, который Фихте читал зимой 11-12 годов, в бюргинском университете, да, значит, текст, который называется «О фактах сознания и моего учения», да, «Выговорит, а сахар деспер бусс, айн с кунди бисеншахтслеера», «Бай фиште», видите, там написано, «Им винтер», «Акции модерн эльф», «Акции модерн зольф», да. Значит, вот этот пикторный лист в тульской записи лекций Фихте, которые сделаны были Шипенгалом. Понятно, что нам очень интересно знать, да, значит, как молодой Шипенгалер услышал Фихте, что конкретно он слышал, как это, какое влияние это оказало на, там, на генетисе формирование его философской системы, значит, какую позицию, там, он, да, занимает по отношению к определенным фикторским тезисам, и откуда это можно узнать, да, Шипенгалер мемуаров не оставил, значит, мемуаров современник, мы тоже, что это не имеем, вот у нас есть вот такого рода документы, от Шипенгалера, Шипенгалер прекрасно привел в порядок свое наследие рукописное, у него там все по полочкам разложено, да, и он тщательно сохранил разнообразные документы его, то есть интеллектуальные биографии, в том числе такого рода записи, там есть записи других лекций, там есть записи, да, я вот обращу ваше внимание на то, что, значит, вот эта запись слушательская, она, значит, с Шипенгалером сделана, как он пишет, в 11-12 годах, вот, но совершенно очевидно, что он с этой записью потом еще работал, ее, значит, ну, туда какие-то вещи вписывал, и, ну, некоторым образом рефлектировал еще это свое прошлое, да, значит, из-за какой-то более перспективы, более зрелого взгляда на вещи, но здесь уже титул, интересен, значит, вот, если вы посмотрите внимательно, значит, там, вверху, значит, заголовок, да, потом написано, когда и что, а внизу, видите, там, кстати, стоит звездочка, да, и внизу под звездочкой там сделано примечание, и, значит, там написано, там написано, vielleicht ist die richtige lesart wissenschaftslehre с двумя «э», значит, это Кавапур, да, значит, понятно, да, что это наука пустота, да, вот, понятно, что это такая гиперкритическая такая рефлика, скорее всего, да, поскольку это титульный лист, который аккуратненько очень выписан, вот, понятно, что это не во время лекции сделано, а это такой вот результат уже такой вот ретроспективный, как вот рефлексий по этому поводу, но если мы посмотрим, просто чтобы было понятно, почему такие вещи могут быть интересны, если посмотрим, как выглядит самая запись, вот мы ее открываем, и мы видим, что у этого конвалюта, у него довольно сложная структура, у него своя судьба, вот, смотрите, да, там, видно, там, вверху написано «Рубердито адзахан дозбевуд зайц», вверху, да, то есть, это, собственно, титульный лист той записи, которой, которой мы видели, да, заглавный лист, да, то есть, это начало этой записи, но к нее, еще к ней сверху приклеена, видите, тетрадочка с записью более раннего курса, да, и там, значит, там, если посмотреть, там написано, значит, лекции Фихте и изучение философии, записанное по памяти, записанное по памяти по после данного лекции, то есть, это, значит, вот, по памяти восстановленный Шопенгауэром, да, значит, другой текст, да, Фихте, он приклеен сюда, как более ранний, более ранний курс, который он слушал, перед курсом «Факты сознания», а слева на, значит, на Франкистосе, как вы сказали, да, слева, там выписаны две цитаты, цитата из Канта и цитата из Гёта, я сейчас не буду читать и переводить, значит, в цитате Канта речь идет о лжи и о том, значит, как ложь, да, значит, о том, как ложь в науке, как она, значит, какими она хитрыми путями провогает себе дорогу, вот, и ниже небольшая цитата из Гёта, обе эти цитата, они такую едко-критическую имеют по отец в отношении философии, то есть, они явно позже записаны, то есть, он, как бы, задним числом вот это поместил в некоторый контекст, ну, и, соответственно, вот, есть, вот видите, вот эта приклеенная тетрадочка, а вот здесь уже начинается, то есть, видите, тетрадочка, да, мы отриснули налево, да, и здесь начинается уже запись, собственно, фильтров каких-то фактов сознания. Вот нам, понятно, что нам интересно в этом разбираться, потому что там есть, да, и мы здесь встречаемся с технологией, которая для многих слушателей записи францерна, во-первых, 19 века, то, чему обучали, видимо, в университетах, потому что это техника, которую мы встречаем почти у всех скрипторов, видите, страничка поделена на две половиночки, в левой колоночке пишется конспект, да, правая колоночка оставлена для дальнейшей доработки, то есть, мы там что можем делать, он может там писать какие-то свои ремарки, комментарии, дописывать что-то, что он там не успел, и так далее, да, шкафал здесь как прилежный студент, да, делает все по определенным таким, определенным практическим правам, да. Значит, вот у нас может быть такая ситуация, да, что нам интересен тот, кто записывает, да, иногда нам интересно, и не только, да, но понятно, что волну случаев, когда лекция записывается с неким-то выдающим человеком, как Шопенгал, да, никому не известным, просто студентом, который просто добросовестно, да, добросовестно работал с текстом, да, и тогда оказывается, что нам интересно и не личность скриптора, не только личность скриптора, и не только содержание самого текста, да, нам интересно, как текст студенческой среди цифрулирует, как он воспринимается, нам интересно, что переписывается, что не переписывается, например, какой лекционный порт существует в большом количестве записей, какой в меньшем количестве записей, да, но и здесь у нас сразу возникают вопросы относительно того, когда мы имеем перед собой такую же, да, то у нас возникает вопрос, как она возникла и результатом какого рода работы, какого процедура она является. Это до сих пор следствие, проблема отдельная, довольно, в общем, запутанная. Почему? Потому что, понятно, что мы не знаем, у нас нет никаких достоверных исторических свидетельств про то, как студенты 200 лет назад писали конспект, да, но у нас есть некоторые косвенные данные, есть устное предание, которое говорит о том, что, такое университетское узное предание, да, которое свидетельствует о том, что, собственно, это записывание лекций, да, оно было не только результатом, оно было не только, так сказать, занятием отдельных индивидуальных, вот, супер старательных студентов, да, которые, так сказать, это, да, этому посвящали время и труды, да, но это был результат коллективной заботы студенческой аудитории. Студенты часто совместно такие конспекты делали, то есть они, там, ну, кого-то сажали в первый ряд или сажали несколько человек в первый ряд, значит, какие-то люди записывали эти конспекты, кто-то записал лучше одно, кто-то записал лучше другое, потом они собирали их, на их основе делали наиболее полный текст серифицированных, то есть были какие-то люди, как редакторы, которые специально с этим работали, и потом они отдавались этому самому переписчику профессиональному за деньги и переписчик телеграфическим почтам их записывали, да, то есть у нас вот есть вот такие конспекты, как Шопенгалловский, да, где очевидно совершенно, что человек во время лекции, да, какие-то делал заметки, там, видите, поправки есть, там есть, да, комментарии, и так далее, да, вот, а есть совершенно другие примеры, да, например, вот есть вот такой, сейчас я просто покажу, да, прописано, когда есть вот, например, вот такой, да, текст, это текст, смотри, он почти по-грабски, да, то есть его нет проблем его читать, он написан профессиональным писарем, да, аккуратненько, чистенько, значит, есть разделение на лекции или на главы, даже цитатки выделены навычками, значит, вот это, это практически рукописная книга, а не конспекты, да, значит, понятно, что, ну, в данном случае это не результат работы нескольких, не нескольких скрипторов, да, но я сейчас покажу вам, например, сейчас покажу вам пример текста, который несколькими скрипторами делался, вот, например, да, вот это тоже писарский текст, да, тоже аккуратненько довольно сделанный, это вот запись в лекции «Солсёвых стране» в 34-м году в Мюрхене, таких записей много сохранилось, они, вот, являются результатом такой коллективной работы, и более того, они не только коллективно производились, но они и употреблялись коллективно, они распространялись, ходили среди студентов, даже был рынок, то есть можно было купить, какие скрипты, да, значит, они, у них можно было лучше позаботившись, как-то там, приобрести, хотя у вас он получит коллективные тексты, ну, так что, да, и в целом ряде случаев, когда мы имеем дело, уже имеем дело с каким-то текстом такого рода, да, нужно разобраться с тем, вот, как он возник, да, один у него скриптор, много у него скрипторов, в каких условиях он делался, для кого он изготавливался, кем потреблялся и так далее. Ну, вот я приведу пример, который я уже приводил, вот, например, есть такой исключительный пример, мы к нему еще и вернемся, да, значит, вот Шеннин в 1130 году читает курс «Ведение философия», да, это один из первых курсов систематических по философии, который Мюхиен читает, он с 27-го года, там, значит, профессор, да, и это курс, который интересен тем, что в нем впервые, как бы, в масштабной форме излагаются его критические инвективы против гейкельских философий. Шеннин поздний прославился своей полемикой с Гекелем, и этот текст написан в 30-м году, ну, то есть, да, значит, после смерти Гекелем уже создан, и, да, через год после их последней личной встречи, они встречались в 29-м году. В общем, это очень интересный интригующий текст, да, но вот эта запись, она тоже, посмотрите, вот, она исключительно, да, она исключительно хорошего качества, да, но про нее мы знаем, что у нее особое совершенно происхождение, значит, если мы смотрим на титульный лист, ну, нет, это не титульный лист, это форзац, вот, значит, на форзац этой служебной записи, то мы видим, что, смотрите, что там написано, да, там карандашом аккуратненько написано. «Абшрифт eines nachgeschriebenen heftes, das im besitze des damaligen «Kronprinzen Maximilian II», список, рукописный список, да, значит, записанный по следам лекции тетради, которая находилась во владении тогдашнего кронпринца Максимилиана». То есть, это, значит, копия из текста, который изготовлен был для баварского наследника престола, для баварского кронпринца. Шеринг был его учителем и наставником, да, значит, вот, он был воспитателем будущего короля, да, король, будущий Максимилиан считал всегда его своим учителем, кстати, именно по его настоянию, когда Шеринг скончался в 1854 году, да, значит, был заказан вот этот памятник знаменитый, который у всех приобретших фотографий есть, да, именно по настоянию Максимилиана на этом памятнике, значит, выбита надпись «Del erst der der Dörchens» «Первому мыслителю Германии», да, не больше и не меньше, да, так что, таким вот, большим почтением пользовался, да, у своего ученика, да, да, и в скобочках написано «Durch Freude Dachsenberger Seilen Privat Sekretär Hallen», значит, «Получено», ну, в смысле, владельцем, благодаря его другу Дахсенбергу, значит, частному секретарю правоприц, да, значит, вот иногда бывает, что такого рода записи она возникает в результате специального заказа, в данном случае эта запись, значит, по перестальному свидетельству можно восстановить, что запись была сделана таким образом, был заказан стенограф, стенограф посажен специально на хорошее место, откуда он мог все слышать, вот, и потом на основе этой стенограммы расшифрован был текст, и этот текст потом был специально аккуратненько переписан, экземпляр такой был у самого Шеринга, взял был параля. И есть интересные переписки между Шерингом и Кронпринцем, где обсуждаются некоторые кейсы из этого манускрипта, да, значит, вот такие вот вещи, да, они для нас важны. Понятно, что эти обстоятельства, как, как, как возникла запись, кто был скриптором, один или много, подвергался ли она этой субъективной проверке, да, и это как-то влияет на наше обсуждение о том, насколько запись ликвидная, насколько она достоверна, да, насколько ее качество высоко. Понятно, что если человек сидел в первом ряду и его специально туда посадили, чтобы он для короля сделал экземпляр, наверное, он напрягался, да, наверное, это был, ну, не пойми, какой там, слушайте, да. Хотя и здесь, как мы увидим, да, могут быть проблемы. Ну, значит, поэтому вот оказывается, что возникает масса вопросов, вот даже тогда, когда у нас записи есть, значит, в каждом конкретном случае требуется большаясь популярная работа для того, чтобы извлечь в записи то, что из нее можно извлечь, да. Прежде всего, да, нужно выяснить вот эти все обстоятельства с происхождением, да, нужно ее просто прочесть, да, а это тоже от качества записи зависит, вы видели, шопинг-галовскую запись я бы труднее прочесть, да, чем вот эту, да. Ну, и уже только после того, как это все сделано, да, после этого можно поставить вопрос о том, запись насколько ценная, насколько она, да, насколько она качественная, да, и, соответственно, заслужит она публикации или нет. И часто, например, оказывается, что запись ценная не потому, что она какая-то замечательная, а потому что, например, мы от этого курса других записей просто не имеем. Ну, я покажу такой пример. Иногда бывает, что у нас курс суперпопулярный, был большой интерес и от одного и того же курса сохранилось там 3, 4, 5, 6 записей. И тогда нужно дополнительно работать, нужно их все прочитать и понять, какая лучше, да. Но иногда оказывается, что преимущества одной и другой записи не совпадают, потому что где-то что-то лучше отражено одно, где-то что-то лучше отражено другое. И отсюда вот эти всякие проекты, связанные с изданием разных записей, в том числе даже иногда и одного и того же лекционного курса, потому что часто более полное представление можно получить тогда несколько документов. Понятно, да? Теперь давайте зададимся таким простым вопросом. Вот у нас есть ситуация автора, от которого, да, осталось гораздо меньше, гораздо меньше документов, да, чем на самом деле нам бы хотелось. Вот Шеренбургский случай. Значит, вот мы видим, он в течение всей своей жизни, да, в разные периоды был преподавателем в разных университетах, везде читал лекционные курсы, и нам бы хотелось знать, конечно, да, как он использовал университетскую лабораторию для вот своих голосов. Понятно, что лекционный формат – это формат, который позволяет как раз апробировать разные строки изложения, разные виды аргументов, посмотреть на реакцию слушателей, да. Шеренбург особенно настаивал на том, что вот эта работа устная, да, она существенно для его содержательной философской работы. Он, в частности, когда попросил разрешить ему переезд в Ирланде в двадцатом году, и один из главных документов, почему он туда хочет переехать, помимо там, здоровья и потребности в хорошем климате, было, значит, до относительно того, что в Мюнхене нет университета, и он не имеет возможности развивать свою философскую работу вот в этой самой идеологической форме, а он нуждается в этой идеологии, да, как мыслитель для того, чтобы, ну, какое-то пространство смысловое получить для развития своих идей. Вот, поэтому, конечно, важно нам бы знать, что он, значит, соответственно, возникает вопрос, как нам узнать, да, где и каким образом нам искать такого рода документы. Есть какие-то предложения, значит, вот каким образом нам, да, прийти к тому, чтобы обнаружить такого рода записи. Значит, вот, в случае Шеренга, начиная с пятьдесятых годов, систематически вывалась такая работа в целом сообществе, вот, и в результате мы на сегодня имеем, ну, там, за сотню точно таких документов, а то может быть и больше. Да, я сейчас не считал, потому что они периодически всплывают, но сегодня мы виноваты. Но есть какие-то предложения, значит, откуда мы можем почерпнуть информацию, о возможном существовании и местонахождении такого рода документов. Дайте обновление в газету. Ну, вопрос в какую газету. В антикварном справочнике, значит, это хорошая идея, да, есть, значит, есть действительно каталоги, да, адекватные, куда, значит, иногда попадают документы, которые на продажу выставляются, да. Бывают такие случаи, что какие документы выставляются на продукты. Такая, конечно, текст второй руки для покупателя не обладает такой ценностью, как автограф. Значит, мы, там, вы откроете любой, там, современный аукционный каталог, каталог автограф, да, вы увидите, там, что там, не знаю, там, полстраницы рукописного текста написанной рукой Бердерлина, там, будут стоить, там, 2,5 тысячи. Вот, а такого рода текст второй руки, он больше для исследователей интереснее, чем для коллекционеров, да, поэтому, некоторая вероятность есть, конечно, да, что вы таким образом там его найдете, да. Но это, опять же, это как поиск, ну, гад. А здесь являются университетские архивы какими-то обязанностями есть, кто будет студентом, как его найдете? Правильно, значит, как бы простейшая мысль, да, значит, нам сначала нужно идентифицировать некоторый круг студентов, да, и это можно сделать, с одной стороны, на основе университетских документов, да, а с другой стороны, на основе, какой еще может быть, откуда еще можно взять такую информацию? Потому что, если человек ему трипулировался в университет, из этого еще не следует, что он конкретного профессора их слушал. Правильно? Да. Это иногда даже и по специальности трудно определить, потому что, например, Шанин читал лекции в Версбурге, а знаете, кто большая часть была его слушать? Были медики. Но это связано с интересом к натур-философии и с популярностью к натур-философии как раз среди врачей. Не богословый и философ. А может, ты раз к тебе вопрос. Они сдавали, кто он занят таким вопросом? То есть, может быть, вот это какие-то еще записаны, есть? Ну, значит, опять же, это все официальная университетская документация. Либо матрикулы, либо еще какие-то документы, которые там как-то отражают посещение у конкретного профессора. на самом деле, чтобы искать такие вещи, нужно знать про некоторые особенности вообще университетского обихода. Значит, что нужно было студенту для того, чтобы посещать лекции профессора? Да. Значит, для того, чтобы посещать лекции профессора, он должен был на этой лекции записаться. Да. Но он не мог записаться на лекции профессора, просто прийти со стороны. Он должен был получить разрешение лектора. Для того, чтобы получить разрешение лектора, он должен был этого лектора посетить. Нанести ему визит. Да. давать специальные, значит, билеты, записочку специальную, что значит, что он согласен. Да. Это особенно, в особенности это связано с тем, что лекции университетские в начале 19 века университета, они были в двух форматах. Да. Так называемые приватим и публицией. Значит, были публичные курсы. Курсы, которые читались всем и которые были бесплатными. То есть, сюда просто можно было прийти, потому что они принадлежали к общему курсу. А были курсы специальные, участие в которых предполагало выплату студентам каждым. Гонорар. Они были не очень большие. Пассивные. Это были посильные гонорары. Но, соответственно, заработок у преподавателя зависело от количества студентов, которые посещают его курсы. Да. Соответственно, где деньги, там документы. Где деньги, там отчетность. И, соответственно, мы можем вот по такому роду, например, финансовым документам иногда, да, такие вещи и отследить. А я сейчас покажу пару примеров, да. Возможно, еще другая ситуация. Да. Более, значит, если мы знаем, да, что человек, предположим, в это время учился, да, и знаем, что он, из матрикулы знают, что он укреплен в своем определенном билете, да, что мы можем, мы можем думать, как бы, был ли он, да, как-то с Шерненковским, там, предположим, курсом как-то связан, да. Мы можем пойти и попробовать, например, посмотреть уличный флот, да. Понятно, что если человек узнавеликого философа слушал лекции, от него билет получил, он, скорее всего, его сохранил. Да. И у нас есть тогда железный документ, да, что такой-то и такой-то, значит, то-то и то-то слушал. Да. Ну, я вот покажу сейчас вам такой замечательный примерчик. Да. Вот у нас есть уникальный случай. Шернг в 1645-1600 годах читал лекции в университете. Это был супермодерный, но новомодный университет просветительский. И, помимо всего прочего, значит, одна из задач при организации этого университета была реформировать университетскую бюрократию, сделать ее более эффективной и, значит, как-то унифицировать вот эти все процессы, связанные с организацией, значит, сбором муторопуляционных взносов, сбором гонораров и так далее. Да. Значит, вот, да, и когда Шернг поступил на работу в университет, да, значит, вскоре после этого была введена такая практика, да, что поскольку, значит, курсы, да, курсы, которые были обязательными, да, которые были общими, которые были бесплатными, да, это были курсы, которые, как бы, служили пропуском общей курсы, да, условия, служили условия для допуска к записи на специальные курсы. То есть, например, в русском университете на анатомию нельзя было прийти, если курс философии не прослушали. Должен был или показать, что ты философию изучал, или должен был принести отец из гимназии, что у тебя в гимназии была философия. Был специальный рескрипт университетского сенатора, поэтому помню. Да. Значит, соответственно, что люди читали реально, реально прослужили курс философии, да, должно быть как-то документированно. Поэтому, да, те, кто читал философию, в частности, их обязали, что делать, обязали ввести вот такие записные листы. Значит, это были, видите, это был типографский формуляр, да, значит, и лектор этот типографский формуляр, что он делал? Он пускал его в порядок, чтобы народ записывался. И вот вы видите, там, значит, там соответствующие есть графы, да, значит, имя, фамилия, затем, там, месторождение, затем, значит, специальность, на которой матрикулировался, то есть богослов или медик или кто, да, специальность. И правая последняя графа – это адрес проживания в Юрсбурге, да, чтобы человек можно было узнать, где он вот так поселился, да. Вот люди туда, значит, вот записывались, да. И у нас имеется, например, на Шейнгольдский курс «Система всей философии», и точно также на курс «Философии искусства» тоже есть такой записной лист, они сохранились в университете Маркин. Вот мы можем взять и посмотреть, да, кто веки лекций служил, да. Вот, ну, это особенно интересный документ. Почему? Почему это особенно интересный документ? Посмотрите. Для нас особенно интересный документ. М? Что-что? Там есть одна графа незапомненная, но против этого пара. Еще что обращать на сюда вашему мнению? Смотрите. А там, может быть, фамилия, первая графа, там есть фамилия. Значит, смотрите, да, это фамилия, имя, фамилия, месторождение, специализация и… Много метиков, да. Много метиков, да. Галактики. Там действительно много метиков. А еще что-нибудь, видите, интересное? А фамилия, первая строчка? Первое – имя, второе – фамилия, третье – месторождение. А? Вот, ну, наконец-то. Вот заметно, да. Видите, там, значит, вторая, третья и четвертая строчка, сейчас. Да, в столбике место рождения написано Петербург. А? Это наши с вами соотечественники. Ага. Виланция. Да? Виланция. Вот. И да. И во второй строчке, вы видите, там написано Даниэль Виланский. Это Даниэль Михайлович Виланский, главный пропагандист шелинговской философии в России, как вы знаете, автор про люди и медицины, предосновательные науки, да. Вот мы имеем, значит, документ, который однозначно, однозначно подтверждает, что Виланский слушал, да, Лейд Срешененга в Вюрсбурге. Мы знаем, какой курс он слушал, значит, и верим, что с ним там сидят еще два его приятеля, да. Вот. Один это Семен Гаевский, тоже медик, он впоследствии медико-хирургической академии в Москве. Вот. И некий Михаил Краморов, да, о котором мы особо ничего не знаем, как-то он не оставил всегда никакой интеллектуальной истории расисты. Вот. Да. Но и даже если посмотреть на структуру вот этих листов, то можно примерно вычислить, где они сидели. Если знать, в которой я читал лекция, да, то понятно, что они пришли, а? Ну, кто первая себя. Понятно, что они пришли и сели, то есть с первого три дома уже пускают, да? Вот. Понятно, что они пришли и сели в середину на самые хорошие места. Вот. И оттуда, значит, сезонцами великого философа, да. Еще видите, Виланский, видите, он не сразу понял, где имя, где фамилия. Виланский, в графе имя. А потом понял, что нет, это не где-то здесь должно быть Форнамо, да, зачеркнул, туда написал Даниэль, а дальше написал Виланский. Значит, вот мы можем теперь, да, допустим, если бы мы имели там личные фонды Гаевского или Храморова, мы пошли бы там искать, да, и смотреть, как бы, есть там что-нибудь, нет там чего-нибудь и так далее, да. Там еще другие замечательные люди. В частности, если вы посмотрите внизу, да, вот нижняя строчка, там, где не заполнен адрес, да, это Лоренс Окин, да. Значит, почему он не заполнил адрес? Потому что это не студент. Это профессор, который, да, уже, это уже, как бы, именитый на дух философ, уже себя зарегистрировавший к этому времени с углековыми работами, да, значит, видите, там написано, вся, там, там все написано, медицина, медицина, теология, там еще что-то. А в графе Лоренца Окина что написано? Медицины доктора, да, то есть он не студент, у него уже есть степень, поэтому ему не надо указывать свой адрес, да, потому что все и так знают, что он такой, да. Вот. Вот такого рода вещи мы видим, да. Значит, вот можем вот так, на такие документы опираться, да. Ну, кстати говоря, обращу внимание ваше на то, что, если мы посмотрим так. сейчас тут мелковато, не очень видно, но вот если вы поставите вот первую страницу, значит, если вот раз, два, три, четыре, пятая строчка, пятая строчка, да, там написано Петер Паульс, видите? Значит, вот мы знаем, что Петер Паульс, да, значит, был в числе этих самых слушателей, да, и если мы, да, усердно будем за этими следами, по этим следам двигаться, мы довольно быстро обнаружим, что сохранилась, например, вот такая слушательская запись. Лекция об организме идеальной философии, это, собственно, вторая часть курса системы всей философии, 1804 год, да, и записано, да, записано, значит, Вюрцбург, да, летние семерства 1804 года, и видите, внизу слева владельческая пометка «Йод Пе Паульс». Это Иоганн Петер Паульс, тот самый Паульс, который мы с вами видели в записном листе. Значит, вот можно по такого рода свидетельствам, да, пойдем на следам, обнаружить вот такого рода записи, да. Какие еще могут быть? Ну, понятно, что аналогичным образом мы можем искать данные в мемуарных свидетельствах, да. Мы, например, открываем, хотим узнать про ирлангенский курс 20-го года, который Шеллинг читал ирлангенским студентам. Открываем мемуары кофе Геррида Шуберта, который в Ирлангене преподавал в это время, покровительствовал студентам, и с Шеллингом находился, в общем, в дружеских отношениях, да. И в его мемуарах мы находим целый список студентов, которые составляли ближний круг Шеллинговский, которые регулярно посещали его лекции, бывали у него дома, находились с ним в диалоге. Мы можем взять этот список и по этому списку пройти и посмотреть, да. Теперь давайте посмотрим, как это начали. Иногда бывает, что мы можем такого рода свидетельства получить и наиболее всего. Но это вот документы, которые и я нашел, то есть вот записные листы, о которых я говорил, эти листы вот мною вместе с нашими коллегами были найдены в 2005 году в Руджевском университетском активе. Они там лежали, и никто не знал, что они там есть. Очень интересно, почему это любопытно, потому что незадолго до этого, незадолго до того, как мы их нашли, замечательная немецкая словистка. Что-то я уже фамилию меня выделил, я потом назвал фамилию словистки. Она опубликовала большую монографию, посвященную творчеству желандского. Основной задачей этой монографии было установить, а что же, собственно, виланский рецепт на немецкой философии, как и в каких формах. Она провела титаническую герметичную работу по свечению текстов виланского и формулировок в русских текстах виланского, в том числе пролюзии в медицине как основательной науки, с целью выяснить, содержится ли в них терминологическая преемственность по отношению к русским текстам в Шеренковском лекционном, которые опубликованы из наследия. Виланске были, то есть у нас есть один текст у русского конца, который сыном был опубликован в Машингусском монос-кулипе. Сам монос-кулип не сохранился, но текст опубликован в лист. И она пришла к выводу, что он слушал систему всей философии в 104-5 году. Но это было сделано исключительно на основе генетифических вот таких аргументов. А мы, кстати, пришли в архив и нашли там просто бумажку, из которой ясно видно, что Лиланский сидел там военном ряду и действительно слушал. Но такое бывает, такое бывает в науке. Вот другой интересный документ. Нашей коллегой, ну, по крайней мере, ко мне обратилась коллег как раз из философии Наталья Пациента в свое время несколько лет назад с просьбой прочитали этот документ, они его нашли, но не могли прочесть. И это чудесный документ, потому что это рекомендательное письмо, которое Шерлинг по просьбе дает своему бывшему слушателю. Это тоже была распространенная практика. Человек устраивается куда-то или хочет получить какие-то бонусы, и он собирает рекомендательные письма от тех людей, которые его, так сказать, знают в тех или иных обстоятельствах. Значит, если посмотреть, я сейчас просто, да, там написано о том, что я надеюсь, что он был в Университете в Университете в Университете в Майдзюзерах. И я на встречу просьбы господина Швабахера, подтверждаю, что он и с тех времен, когда он был моим слушателем в университете Мюнхен, известен мне как исключительно одаренный, образованный и умный человек, заслуживающий всяческих рекомендаций. А письмо было, наверное, в Киеве. В одном из киевских архивов Швабахер, видимо, какое-то отношение имел к духовной архитике в Киеве. Как, почему ему нужно было? В 1946 году было замечательное письмо. Мы точно знаем, что в Киеве Швабахер – это шерпец. Такого рода документы нам позволяют целенаправленно искать. Но иногда оказывается, что целенаправленно искать сложно, потому что данные есть, но они не позволяют нам добраться до самого документа. Но я приведу один примерчик простенький. Значит, вот у нас есть... Значит, вот в 1966 году в издательство «Философское наследие» выходит русский перевод шерпец и философии искусства. Многим, которых прошу знакомых. Перевод этот сделан в середине 30-х годов в замечательном русском философском, профессорском, московском университете Павлу Сергеевичем Поповым. Сделал лундув для издательства «Академия». Но издательства «Академия» ставил накануне «Разгрома». После «Разгрома» опубликать русский перевод был невозможно. Она пролежала 30 лет в пистоле, потом в 1966 году была опубликована. И к ней есть принеслое Павла Сергеевича Попова. И к нему он говорит о том, что философия искусства в России, Желинбургская, была хорошо известна. И известна она была даже и до того, как она была опубликована. Философия искусства при жизни опубликовалась, напечатана была только в 59-м году и в 60-м составе собрания сочинений. И Павла Сергеевич Попов сообщает, из каких источников мне неизвестно. Сообщает, например, что имеется информация о том, что в архиве Степана Петровича Шевелева были две слушательские записи в Шелинбургской лекции по философии искусства. И он даже вызывает, каких годов эти записи. Одна из них 98-99 года, 1799 года, а другая 1902 года. И первая из них принадлежит скриптору, которого называют Попов А. Вагнер, а другая принадлежит другому скриптору, которого Попов называет доктор Расман. Нам бы очень интересно было бы знать, что это за записи. И таким образом они к Шевелеву попали. Мы, к сожалению, не знаем об этом ничего. Но мы знаем, что такие записи существовали. И когда мы начинаем заинтересовывать, интересуемся тем, что можно про них узнать, мы, например, с удивлением обнаруживаем, что первая запись, если бы она могла быть найдена, она представляла бы собой вообще сенсационную находку. Потому что речь идет о аграционном функции философии искусства, которую Шеннбург читал в 1798-1999 годах. Это значит, когда учил в Енинг. Это самая ранняя версия философии искусства, от которой мы практически ничего не имеем, кроме конспектов, сделанных по поручению одного английского арестоклата Фрэба Робинсона. И это очень такие отрывочные записи. И запись сделана, значит, неким А. Вагнером. Значит, если мы сядем, посмотрим и там, подшерстим матрикулы Ерского университета, то мы довольно быстро узнаем, что это за Вагнер. Это вот этот человек, Готланд Геррид Адрюф Вагнер, известный довольно литератор, впоследствии известный литератор, публицист, автор целого ряда сочинений, ну, в том числе по эстетике, значит, сочинения о древней литературе, сочинения о новой литературе. В общем, довольно интересный человек, на которого явно некоторые шеннбургские идеи оказали влияние просто как на автора. Но интересен еще тем, что это родной дядя, хорошо нам известного Вихарда Вагнера. Так что, оказывается, что между Дольф Шеренгом и Вагнером напрямую есть вот такой передаточный звенок. И запись, сделанная им, она вот таким-то образом в России оказалась, Шеверев ее пользовался. И даже, видимо, в начале 20 века она, может быть, где-то еще была. Ну, вот если бы ее можно было бы найти, это была бы непредходящая вклада исследователей. Дольф Шеренгера. Значит, вот такого рода у нас бывают вещи. Понятно, что иногда можно просто получить сведения о том, что, собственно, где нам это зайти искать. Из данных о контактах, из эпистолярных данных, ну, самые известные, например, примеры, допустим, вот, там, предположим, Михаил Юрьевич Вильгорский. Значит, известный музыкант, музыкальный деятель, композитор. Важная фигура в московской жизни в первом и девятнадцатом века. Вильгорский довольно, довольно длительное время провел за границей. И, значит, допустим, в Шеннбергском архиве мы находим, мы находим, значит, письмо, да, от Вильгорского. Причем это письмо, оно представляет собой рекомендательное письмо для князя Владимира Савчановича Адуевского. И вот мы знаем, что Вильгорский с Шеннбергом общался непосредственно, да, причем общался в Мюнхене именно в то время, когда, собственно, лекции читались. И, наверное, ну, можно предполагать, да, что, наверное, он как-то, да, пользовался возможностью, да, но лекции там, он получил заглянуть. И если мы приходим в мокопесный архив Вильгорского, с удивлением обнаруживаем, что да, там хранится не им самим сделанное, но им явно в Германии приобретенное, вот так, такая, та самая писарская копия, да, дефицированного курса, дефицированной записи курса вот по философии. Такие вещи можно найти, действительно, и они дают нам некий новый материал для исследования. Ну, давайте оставим эти такие детективные истории, посмотрим на то, а что же мы из такого рода записи можем узнать. Значит, что нам дает возможность, что нам дает такая запись, в отличие от, значит, в отличие вот такого обычного рукописного текста. Ну, вот я начну с очень простых, ну, таких забавных примеров. Значит, вот у нас есть, значит, во-первых, что мы можем узнать? Во-первых, мы можем узнать из такой записи какие-то совершенно, топеходные нежные вещи. Допустим, мы можем понять, как лекционная вот эта вот активность автора была устроена. Ну, допустим, вот в этой записи и в некоторых других есть разделение на лекции. То есть, мы имеем не сплошной текст, а мы знаем, да, какой, в какой объем, в каких покупках информации, в какой лекции, в какой лекции содержался. и вот, например, вот эта занятная страница, это конец 11-й лекции, да, и в конце 11-й лекции написано Ich werde über morgen fortfahren. Я продолжу послезавтра. Мы, например, знаем, можем установить, да, с какой периодии свершения лекции читал. Отсюда, например, можно, ну, по некоторым зачастям можно заключить, что он многие свои курсы читал отфорно, то есть, он вычитывал, предположим, там, по 4-4 пары дней, да, и читал, там, семестровый курс, там, за, например, 2-2 стандартных недели. Ну, вот, соответственно, понятно, что он большая нагрузка на слушателей, да, но и, понятно, отсюда некоторые реакции слушателей. В общем, такие вещи, чисто, казалось, бытовые, веки. Да? Вопрос. Если Шелин управлялся за пару недель, то получается, то как сдавать этот экзамен? То есть, сразу после того, как они окончили? Я то, что там вообще, система, как бы, да, система была другая, но я об этом хотел тоже сказать пару слов, да, дело в том, что вот эти лекционные курсы, да, по нему, экзамены в нашем понимании двусловно, они не сдавались, потому что предполагалось, что они, как бы, рассчитаны не на, ну, не на 20 раз отжаться, да, а что они, как бы, создают базу некоторую, да, для, как бы, дальнейшего роста уже в контексте, в контексте, ну, мы специальных, специальных занятий, да, понятно, что курсы по философии, да, это курсы, которые фундамент очень нраво-земенческий создают, да, поэтому важно было, чтобы они были проименны, соответственно, да, значит, в том, что студент, как бы, выник в содержание курса, об этом может служить студий-профессор, но, и в случае Шеллинга, и в случае Деги, или в целом, в других случаях, лекции обычно сопровождались еще и другой, другой формой занятий, да, и это, так называемый, конверсатуреум, или репертуриум, да, то есть, да, тут все нужно понимать, каким образом сам проваливационный процесс был устроен, да, лекции выглядели совсем не так, как мы сейчас себе это представляем, потому что, хотя это были устные, да, хотя это было устное высказывание, да, но понятно, что никто на этих лекциях особо не импровизировал, да, он немецкий профессор и сегодня приходит с рукописью на лекцию, да, это как бы устойчивая традиция, то есть, он приходит со сделанным текстом, а не просто говорить там, что-то изглада, да, поэтому поводу существует много всяких анекдотов, да, да, еще и адвокатам, да, про Коги, про Гадемера, много всяких, можно сказать, такие истории, ну, и сам темп лекционный, он был не такой вот, как я сейчас говорю, да, то есть, это был очень медленный темп, то есть, в некоторых случаях это была просто почти диктовка, то есть, да, в принципе, можно было успевать, да, вот, и текст, который на этой лекции предлагался, иногда это был вот просто очень плотный текст, но в некоторых случаях, например, это просто текст, прям вот компендиума, который вот как, как в эс-копедии, на параграфы разделен, там строгие формулировки, есть, значит, определенные, да, четкая логика последовательности, сжатый материал, для того, чтобы его каким-то образом разъяснить, да, значит, предоставлялся специальное время, ну, сейчас специально, когда лектор у себя мог принимать этих студентов, они могли приходить, с ним обсуждать, или с ним, или с преподавателями-вспомогателями, которые на основе этого скрипта могли давать разъяснения, там какие-то комментировать, какие-то вещи и так далее, отсюда, например, вы знаете, да, что если условить философскую науку, или кто-нибудь открывал, там есть параграфы, и тогда есть прибавление, примечание прибавления, так вот, мы назначительная часть примечания прибавления, как раз вещи, которые возникли, вот этим самым репертурием, да, то есть это узные разъяснения, которые к определенным вещам даны, они записаны, и потом учениками вдвинуто, в этот текст в качестве, да, то есть это такой тоже, очень таким интересным, да, значит, мы можем узнать вот такие, какие-то совершенно банальные вещи, да, тогда что читалось, в некоторых случаях, да, мы даже можем узнать, какая лекция, в какой день читалось, там, если тогда будет, может быть, может быть существенным, да, если я вам надоеду, скажу, что мы можем еще узнать, это вкусный пекст, это означает, что мы, как бы через это рукописное свидетельство, можем как-то прикоснуться к ситуации непосредственного присутствия на лекции, почему, потому, например, что мы можем услышать то, что мы иначе никогда не услышали, я приведу один замечательный пример, значит, это, нет, давайте сначала, значит, во-первых, можем увидеть то, что мы иначе, иначе вы не увидите, вот один пример, Шеллинг часто очень в своих лекциях пользуется всякого рода графическими средствами, и в частности пользуется формулами, значит, вот посмотрите, вот здесь есть, видите, плюс А, да, плюс-минус А, плюс-минус А, плюс А, то есть очевидно, что это вещи, которые человек в доскликсах, правильно? Ну, можно еще, там я другие примеры могу вам показать, там из других, из других рукописей, сейчас покажу, где у нас там формулы, там сейчас, вот, например, вот такие вещи, да, ясно совершенно, да, что, это вещи, которые визуально, некоторым образом на лекции, да, подъявляются, и мы можем увидеть разные версии таких формул, да, и, значит, соответственно, Шеллинг часто меняет этот формульный аппарат, и, например, просто эволюцию, его обращение с формулом, можно, это вот одна вещь, которую мы можем из такого текста почерпнуть. Иногда оказывается, что мы из такого текста можем почерпнуть информацию, да, о чем-то, что отражает некоторые особенности говорящего. Вот это чудесный пример, я очень люблю, вы случайно ее набрели, значит, это отрывок из введения философию, и здесь есть, значит, небольшое предложение о, значит, некой клятве пифагорейцев, которую, как говорит Шеллинг, значит, рассказывают о пифагорейской клятве, которую, значит, без достаточных, к тому, оснований, обычно оспаривают, считая ее, значит, считая ее, и смотрите, здесь написано, он написал апогрифически, да, то есть, во-первых, я, что студент, слово не знал, но он написал, как услышал, и это было непонятно, кто, а это был тот самый, тот самый стенограф, который посадили на почетное место, так, то есть, думать, что он расслышал, не расслышал, что он где-то там на галерке сидел, да, нет никаких узнаваний, да, о чем это говорит, да, он неплохо услышал, если он со слухой это записал, да, но это о чем говорит, это говорит о том, что, да, что это отражает фонетические особенности, да, того, что мы, да, апогрифишь, значит, значит, Гэдар Шеллинг произносил, что это, но есть другой замечательный пример, еще более, еще более красноречивый, значит, это небольшой пассаж, посвященный толкованию, значит, стихов о премудрости божией, соответственно, да, из Ветхого Завета, ну, вот, где это еще, это премудрость, которая играла перед в отцом, до творения, которая была приготовителем его путей, и так далее, все, что с темой с этим связано, и, значит, Шеллинг здесь пишет, да, значит, он говорит о том, что премудрость предстает, как некоторый приус, то есть она то, что предшествует творению, да, и смотрите, здесь написано, «die weisheit ist also, als das Prius gesetzt, dieselbe, в смысле, weisheit, beschreibt sich auch sogleich, als zeugung der Schöpfung». Значит, премудрость, стало быть, полагается, как Prius, да, значит, премудрость сама описывает, тут же и описывает себя, и уже, у скриптора написано, как по рождение творения, «als zeugung der Schöpfung». Когда мы читали с коллегами этот текст несколько лет назад, он издан уже, и в изданном тексте стоит это слово «цейгунг», и мы как-то задались вопросом, почему здесь стоит это слово? Оно здесь совершенно не на месте, потому что премудрость предшествует творению, и она не может быть порождением творения. Это как-то вообще все не вяжется. Значит, когда мы задались тем вопросом, то у нас возникло разумное предположение, что, наверное, совершенно не единственный раз, наверное, это место премудрости интерпретирует только в этом одном отдельном взятом тексте. Наверное, есть другие тексты, где он будет, но я просто знаю о том, что это один из любимых его текстов библейских, и он в разных местах его по-разному толкует. И тогда мы стали искать, есть ли какое-нибудь параллельное место. И мы его нашли, это параллельное место, а именно в опубликованной версии лекции «Философия и откровения». Смотрите, и что мы здесь читаем? Сейчас я найду просто. Да, вот, смотрите. Он дает парафраз, да, дает парафраз вот этих слов премудрости о себе. Да, когда он устраивал небеса, я была при этом, да, когда он полагал, да, когда он, когда он, вот это слово, оно означает питомец, питомец, дитя, воспитанник. Ну, и это, как бы, интерпретирующий перевод древнееврейского слова, который там стоит, который действительно так можно проинтерпретировать, но здесь понятно, что имеется в виду, да, премудрость при творце, как любимые питомец его, да, вот, и тогда мы понимаем, что раз скриптом так записал, значит, он слово цёглинг принял за слово цёглинг, и любой, кто немножечко знает немецкие реалии, он сразу скажет, что это политические особенности, которые связаны, собственно, со швабским диалектом. То есть, это диалектное произношение, которое вот скриптер просто зафиксирует. Это не единственный случай, верно, Байерварти сказал, мне рассказывал, вот я не имею возможности, теперь уточнить, а таких именно текстов идет печь, но он рассказывал, что среди тех текстов, которые в Гегеле-архиве обрабатываются как слухские записи гегелевских лекций, да, они тоже содержат такого рода вот слуховые ошибки, которые явно свидетельствуют о швабском выговоре, о швабском произношении, которое для Гегеля было характерно, а и Шеллинг, и Гегель, они сохраняли швабский акцент на протяжении всей жизни, и, в общем, не могли от него избавиться, Шеллинг немножечко этого стеснялся даже, вот, но вот мы можем услышать эту самую речь, с ее диалектными особенностями, можем увидеть то, что иначе мы не увидели, можем услышать то, что мы иначе бы не услышали, но, разумеется, это еще не все, разумеется, нам не только такие, как факультативные вещи, но и вполне содержательные вещи мы можем узнать, ну вот я, допустим, приведу парочку примеров еще об этой лекциях, я говорю, вот лекция об организме идеальной философии в записи Паульса дают нам возможность посмотреть на то, что Шеллинг в Уртбурге предлагал своим слушателям и сопоставить это с тем лекционным курсом, который, как рукописный, опубликован бунцином. Что это нам дает? Часто это нам дает существенное дополнение к содержанию того, что опубликовано, потому что, когда лектор пишет, когда лектор пишет текст для своих лекций, он на письме фиксирует только что? Только то, что структурно, в принципе, это важно, то, что главное, и то, что ему важно не забыть. А то, что он и так вспомнит, или то, что и так у него все время под рукой, он это специально в скрипте специально не фиксирует, потому что он в нужный момент это и так скажет. И узнать об этом, о том, что он собирался сказать, но не записал, мы часто об этом можем узнать именно благодаря тому, что слушатель это записал. Но вот я приведу один замечательный примерчик. Тогда же в Уртсбурге Шеллинг читает лекции по философии и искусства. Текст лекции по философии и искусства из папистного наследия Фриксом был издан в пятом томе собрание сочинений. Но помимо этого существует несколько записей этих лекций, и в том числе вот эта запись замечательная, сделанная у Дитрифа Кизера. Оригинал этой записи, кстати, хранится в Таркутском университете в архиве. И это замечательный текст интересного скриптора, Дитриф Кизер, студент Шеллинга в Уртсбурге, медик, впоследствии покинувший Германию и переехавший в Россию, он здесь потом сделал медицинскую подъемку, довольно неплохую. Он интересный человек. И вот мы имеем в записи Дитрифа Кизера курс философии и искусства. Вот здесь он называется эстетика. Что нам дает этот курс? Если мы, я приведу один пример. Вот у нас есть такая важная тема в философии и искусства в самом начале, разговор о том, может ли действительно искусство быть предметом философского исследования, уместное изучение искусства в университете и вообще какую геотическую ценность искусства иметь для философа. И естественно, этот вопрос, ну понятно, что люди поколения Шеллинга, они естественно не могут этот вопрос не связать с самим возникновением эстетики философских дисциплин, который, как мы понимаем, неразрывно связан с именем Александра Бонкарта. И понятно, что если Шеллинг предлагает амбициозную теорию искусства, систематическую, скопулятивную, нам было бы интересно знать, что он, значит, как он оценивает предшественника, что он думает сейчас об укаторской теории, об укаторской обосновании правомерства и правомерства в университете. И если мы открываем философское искусство, опубликованное, то вот я сейчас покажу вот это внизу, значит, мы встречаем один-единнадцатый раз в философии искусства упоминание Бонкарта. И там сказано, значит, начиная с Канта учение об искусстве в Германии было всего лишь ответвлением Бонкарденовской эстетики, ибо это выражение, в смысле слова эстетика, впервые употреблялось Бонкарденов. Для вынесения суждения, значит, об этой самой эстетике, достаточно упомянуть, что сама она была всего лишь отростком, ну, да, отпрыском вольфовской философии. Все, больше о Бонкардене в этом тексте не говорится ничего. Когда мы открываем текст Кизера, то мы обнаруживаем, что, смотрите, вот здесь упоминается Бонкарден, его имя подчеркнут, да, и, значит, вот это все, я еще не буду просто переводить текст, там вполне содержательное суждение содержится о Бонкардене, критические, вот этот текст, вот этот текст и все вот это, да, вот вплоть до вот до сюда. Это все критический разбор точнее, кто-то птицил Бога. Значит, на печатном тексте его простыни, мы можем таким образом узнать вещи, которые, в основном, на лекции говорили, и которые, как бы, иным способом вообще бы не сохранились. Это вот тоже такой замечательный пример, но я очень кратко скажу об одном примере, который я, который особенно мною любил, и который, о котором я буду говорить через два дня в высшей школе экономики. Значит, есть особый и совершенно уникальный случай, который показывает нам, как много можно узнать и слушать издательства, и насколько она может оказаться судьбоносной вообще для исследования творчества, это для нового. Я совсем двух словах об этом расскажу. Значит, в 1920-21 годах Шеннерф прошел свой первый эфирный курс после длительного перерыва в Романгине. Это было большое общественное соплытие, на них есть куча народу, и по различным свидетельствам, по различным свидетельствам читал этот курс, значит, сам Шеннерф пишет, что он читал его после долгого перерыва, специально для этой цели ничего заранее не подготовил, и лекции читал он свободно, без опоры на тетрадь, часто вынужден в быстром перерыве. Это его собственно свидетельство. Ну и есть свидетельства слушателей, вот одно еще найдено мною, там в частности говорится, он не привязывался к лекции к звонкам, часто читал по два часа, говорил всегда совершенно свободно, безо всякого членного пациента. Значит, никто никогда даже не думал о том, что об эквендационном курсе вообще что-то можно узнать, потому что черновика не было, курс импровизированный, ну, что теперь делать? Значит, в 1921 году он этот курс прочитал, он имел довольно большой ремонанс, в 1960 году выдержки из этого курса, они посмертно сыном были опубликованы, ну, это мы теперь знаем, что это были выдержки, а вообще он опубликовал текст под названием «Ирландинские доклады», значит, под заголовком «О природе философии как науки» Юбер Динахруда «Терезубие и все снишавты». Текст, который очень был популярен в середине XX века, его очень Хайгеге предлил, он цитирует его в лекциях, в семинарах Светка Шейлинга. Значит, текст этот, ну, занял свое место определенное в Шеренгиане, но, значит, в 1940 году, когда вот эти самые Шеренговеды и немецкие начали интересоваться, собственно, вот этим материалом, текстом второй руки, рукописных текстов, да, они обнаружили в Мюнхенском архиве тот, в том самом, который погиб впоследствии, значит, несколько слушали таких записей этого курса. Причем, такая, да, еще важная вещь, о которой я хотел сказать, дело просто, ценность этих записей иногда резко повышается, потому что, в реале случаев, эти записи могут быть авторизованы. Была такая практика, когда лектор такие записи собирал, то есть он следил за тем, чтобы его мысли правильно передавался, он туда вносил коррективы или давал дополнения. Участие запись Паульса, о которой я говорил ранее, да, это запись цена еще и тем, что мы имеем эпистолярные свидетельства о том, что Шеренг в создании этой записи непосредственно участковал. Потому что есть, например, письмо Шеренгер к Паульсу, где Шеренг пишет, то, что я собирался сообщить вам о Шекспире и Кальдероне, я либо предоставлю вам в письменном виде, либо сообщу при следующей встрече. Значит, раздел Шекспире и Кальдероне это один из ключевых разделов в части, посвященной словесным искусствам в философии искусства. Там, где речь идет о романе, о теории романа и о теории кармана. Поэтому очевидно, что это был текст авторизован. Ну и в других случаях мы знаем. Вот там были, в частности, записи, которые с померками исправлениями философа. И они были утрачены в 1903 году во время бомбежки. А в 1960 году неожиданно совершенно в Вертербергскую земельную библиотеку какой-то вдовой Каушман из Цюриха было предложено для закупки манускрипт. Когда отправили этот манускрипт на экспертную оценку в Кюбинген, то Вальтер Шульц был одним из экспертов, которые оценивали, обнаружилось, что это запись лекционного курса, который тогда, в 2021 году, в Шульцах был прочитан. Запись сделана студентом-теологом Эдеррейном, и из нее стало ясно, что то, что было опубликовано сыном, это четверть того, что остался в весь курсе лекционного. То есть, это 9 лекций из 36. причем это первые яйца вводные. А, собственно, все самое физически интересное, оно не отражено. В 69-м году это рух бесплатно. Это произвело фурор, потому что выяснилось, что это лекция лекционных курсов, он как бы связующий звено образует между раньше мастерской философией, ну и вообще вещами, которыми он занимался в 10-е годы, и философии откровения и философии аналогии. То есть, там впервые выявляет стать терминология, которая лекла в основу всего его позднего творчества, теории потенции нового и так далее. Сейчас я не буду про эти вещи детально рассказать, нам не это интересно. Фурман, который издал текст, он был совершенно убежден, опираясь на свидетельство, о котором я говорю, что манускрипт этого курса никогда не было, поскольку мы ясно об этом как бы видим свидетельство. Поэтому когда в 2022 году в Берлинском архиве обнаружили манускрипт, который при ближайшем рассмотрении оказался оригинальным шенненовским манускриптом к этим лекциям. Когда шифровали отдельные пассажи из этого манускрипта, стало понятно, что они буквально совпадают с текстом о природе философии как ноги и о том, что это не далеко. А в 2005 году была найдена вторая служебная запись, сделанная неизвестным слушателем ошибочно датированные 19-м кодом по изданию всего этого корпуса текста, потому что оказалось, когда стали эти тексты изучать, я просто пару слов скажу про манускрипт и совсем двух словах, на чем танцуете. Суть в том, что вот так выглядит опубликованный текст СНФ из собрания сочинений, вот так выглядит запись Эндерлейн опубликованная в 1969 году, это титульный лист, но портрет наклеен позже, конечно, это портрет из некролога газетного, но это вот рукой Эндерлейн аккуратненько, исключительно аккуратная запись о простом студентном сделанном, каллиграфическом. Это запись неизвестного анонима, которая в 2004 году была найдена. Но она, с точки зрения полиографии, даже еще более аккуратная, читайте ее еще легче, но по качеству она значительно хуже. я вам пару примеров покажу. А вот так в Лепшинском муществе. У него много всяких особенностей, ужасный почерк, маленький формат, если посмотрите на формат, 17,5 на 1 см. То есть, мелким-мелким, мелким-мелким почерком написано. Вот такая вот структура. Понятно, почему она мелким почерком написана. Это вот стопка листочков вот такого формата. И написаны они были таким мелким лифтом, понятно, почему. Эти бумажки лежали на кафедре. Но со стороны это выглядело как импровизированная речь. То есть, это было целенаправленно и инсценированное, значит, инсценированное целенаправленно вот такое вот спонтанное вдохновение, которое было очень хорошо подготовлено. Это хорошо были продуманные вещи, там, когда продуманный четко текст. Я сейчас про это не буду говорить это отдельная интересная история. Но дело в чем? Дело в том, что, помимо того, что у него такая сложная структура и у него там порядок страниц нарушен, и там есть полные тексты, лекции, а есть отдельные наброски, там много корректур и так далее. Но самое главное, если вы посмотрите внимательно на, если вы посмотрите внимательно на, сейчас я пример такой покажу, да, ну вот здесь хорошо видно. Если вы посмотрите внимательно на этот текст, вы увидите, что там в целом ряде случаев просто есть ну там масса сокращений, да, то есть каждое второе, каждое третье, четвертое слово написано с точкой, да, еще и была своя собственная система сокращений, да, и поэтому просто прочитать этот манустрит, было бы невозможно, если бы у нас не было вот этих аккуратных записей, по которым можно было, восстановить, что же, собственно, эти могут быть. Более того, иногда, например, это нужно было, иногда этот, этот текст, он, иногда этот текст служебной записи удавал возможность просто понять, что за сокращением скрывается, но вот я вот здесь пример приведу, вот здесь стоит, да, здесь стоит D.B. Значит, из содержания пассажа нельзя с точностью определить, означает, это Bevusgsein, Bevengung, или Bevice, потому что и то, и другое, третье, пришедшим в тексте фигурирует. И, мы можем посмотреть слушательную запись, мы увидим, что там стоит D.B. фигурирует. То есть, мы знаем, что Шеннг сказал, он сказал, вот такого рода вещи, но я же не говорю, что как бы некоторые условные значки оказалось возможным однозначно шифровать, Шеннг регулярно пользуется, здесь вот не видно, регулярно пользуется таким значком, такой нолик, с черточкой, если вверху, это знак отрицательный, он означает не или нет. Если он, например, пишет такой значок, а потом пишет S в конце, это означает не S. Ну, вот у него своя была как бы такая сценография, да, не конвенциональная, и многие из этих значков расшифровать стало возможным благодаря тому, что эти записи полинаете. Вот, но, вот я уже показывал вот эти формулы, да, значит, мы можем посмотреть, каким образом он там с формулами работает, вот, но вот я приведу, приведу еще один замечательный пример, да, значит, что мы можем узнать, вот мы можем узнать, видите, вот в записи Эндерлейна, например, тщательно документировано, когда какая лекция была, да, вот, где 11-я лекция 24-го января 1124-го года, еще 1121-го года. Почему это важно? Иногда это важно, потому что это позволяет нам судить о некоторых исторических обстоятельствах, при которых лекции происходили, ну, в частный, например, из, да, из, этого манускрипта следует, что Шеренг, например, что там, между одной лекцией и другой лекцией большой перерыв, то есть он их читал там каждые два дня, да, а потом там, значит, перерыв в несколько дней. Вот, если мы начинаем изучать исторические обстоятельства, которые связаны были с этими лекционными процессами, то мы узнаем много интересного, значит, время, это 2020-2021 год, это бурное время в истории Германии, время развития студенческого движения, значит, время, вот, значит, подъема национализма, в 1118 году происходит барбурский праздник знаменитый, да, который, так сказать, стал основой, так сказать, для объединения молодежи, радовавшей, да, за создание единого немецкого государства, разочарованный, значит, политикой священного союза, который, вместо того, чтобы дать возможность создать этот жалкий рельский союз, который до того не удовлетворял, да, но они там произносили свободолюбивые речи, да, сжигали книги про французские, да, торжественно сошли акты священного союза на костре, в общем, это было сжигательное мероприятие во всех смыслах, да, и это, значит, в этом контексте развивается активно, очень, значит, бурная деятельность студенческих союзов, так называемых бульшеншафтов, вот, и, значит, отношения между этими союзами, они, как бы, имели такого характера, какого-то, политические напряженности, такой, да, внутри университета, ну, первоначально были землячь, что, как вы знаете, потом они постепенно превратились в политические союзы, да, отчасти тайные, ну, впоследствии некоторые форум буршеншафтов, они потом, собственно, тайные и общественные были переняты, да, такая смесь, как бы, из масонской ложи, политического клуба и, значит, студенческой формы самоорганизации. из дневников одного из активных пуршеншафтлеров, Ханса фон Ауфзеса, да, мы знаем о том, что, значит, вот в январе 21 года, значит, начинают назревать конфликт между двумя студенческими корпорациями, да, и, значит, непосредственно после шеринговских занятий 15 января, значит, они ведут переговоры, одна, один студенческий союз с другим студенческим союзом, да, это интересно потому, что главная тема шеринговских лекций, это что такое свобода, и это, естественно, не только имеет метафизические, но и определенные политические коннотации, да, значит, вот 17-го, как мы узнаем, 7-ое, 16-го и 19-го января Шерин читает лекции, 16-го читает и следующую читает 19-го, почему, потому что в среду 17-го, видите, студенты собираются, да, и решают поколотить своих противников, начинают качитерапировать по домам, и на следующий день они выходят на встречу друг к другу, значит, тогда мы знаем, что 18-го января, знаем из полицейских источников, да, значит, что они заняли площадь в городе, мысли, значит, две вооруженные в атаке студентов на встречу друг к другу и пришлось ввести полицию для того, чтобы предпочтить полупрагин. И мы видим, значит, Иж, Ауфзес пишет свое мнение, Шеринг из-за этого не читал, чтобы воспрепятствовать переговорам во время его лекции, на которых было так много народу. Значит, вот он вынужден был отменить лекцию для того, чтобы избежать скандала и, значит, вот какого-то, значит, вот иногда такие вещи помогают нам понять, что абстрактные философские рассуждения, в частности, о свободе, они в том числе и в политическом контексте воспринимались аудиторией, но и соответствующим образом должны интерпретироваться не только в контексте кабинетных дискурсов, а еще и в таком политическом контексте. Вот такой вот интересный пример. Но про плохие записи я уже говорил про диалектные особенности. Вот, например, мне очень нравится замечательный пример, который позволяет нам, несколько примеров, которые позволяют нам оценить, а как же студенты реагировали и вообще насколько студенты были вообще компетентны для того, чтобы некоторые вещи вместить. Вот это чудесный пример. У нас есть две записи, две слушкие записи. Значит, в обоих этих слушких записях есть один и тот же пассаж, там речь идет о такая важная для Шеного тема, что всякое познание, оно связано с внутренним разделением познающего и познаваемого внутри одного знающего и что через это самое внутреннее отделение, через отделение человека от самого себя происходит, собственно, как бы решение, когда осуществляется достижение высшего знания. И у него есть там такая формулировка замечательная. здесь, значит, он там пишет, я сейчас сходу, наверное, не найду в этом тексте, да, там он говорит о необходимости внутреннего разделения и пишет, только через, только через разделение может взойти свет высшего познания. Если мы смотрим запись анонима, то мы видим, что тот же самый пассаж, который у него содержится здесь, выглядит следующим образом. Сейчас я найду, простите, да, вот, видите, erst durch die innere scheidung kann das Licht der Wissenschaft und der höheren Erkenntnis ausgehen, написал наш штрих. То есть не взойти, а погаснуть и зайти. То есть слушатель вообще не понимал, о чем ничего. То есть он чисто механически записал и даже скорее всего не механически записал, а механически переписал. То есть он перепутал F и S видимо в черновой записи, и совершенно бездумно растиражировал то, что вообще никак в Шенгусе текст вообще не списывается. Но такого рода сбои, они помогают понять, вот такого рода связи, они помогают понять, например, реакцию на шенгусские лекции. Вы знаете, что там было огромное стечение народа на первых лекциях, потом значит постепенно они как бы количество в Сити сокращалось и последние лекции перед каникулами они проходили уже в присутствии крайне незначительного числа слушателей. Не только потому, что все развлекались, а потому, что люди не могли выдержать определенный уровень сложности. Именно поэтому именно поэтому в применительно к этому курсу это особенно хорошо видно. В манускрипте, который Шеннек написал в Гаррице, есть вещи, которые не прозвучали в аудитории, потому что аудитория уже не тянула такие вещи. И Шеннек уже увидел, что как бы бесплатно. А в записи есть вещи, которых нет в манускрипте, потому что какие-то вещи он просто намечал и говорил ну там и так далее. Что он разумел и так далее. Это можно увидеть из слушателей записи. Ну и потом часто бывают вещи и действительно бывают случаи, когда человеку во время лекции приходят какие-то в голову вещи, примеры, побочные замечания, которые в манускрипте не были записаны, которые реакцией являются на какую-то ситуацию и так далее. Все эти вещи есть в записи. Именно поэтому когда этот комплекс текстов издавали, то издали вместе рукопись, три слушателей в записи и интерес, которые с этим был поприкол. Со сложной системой конкорданса. То есть это действительно позволяет нам не только посмотреть, не только узнать, не только увидеть то, что мы не увидим, не только услышать то, что мы не услышали, не только получить сведения о том, что в других источниках не зафиксировано. Это позволяет нам вообще увидеть то, что вообще никаким другим способом зафиксировать нельзя. В данном конкретном случае. Можно посмотреть, как философская работа с начала в рукописи к самим авторам, и как она переходит из письменного слова в устное, и как это устное слово, как оно приземляется в аудитории что и как аудитории понимается но допустим видно например вот здесь хорошо видно вот например здесь скриптор явно не поспевал видите есть просто пропуске он просто не ждал записать и он эти лакуны добросовестно добросовестно обозначить мы можем по другой сайте можно было восстанавливать ну и пару слов еще опасные вещи скажу конечно нам важно знать не только это потому что в собственном немецком контексте это каким-то образом до помогает нам понять как и формировались как они распространялись как они воспринимались но и службе и записи они циркулировали далеко за пределами немецко-язычного пространства мы довольны ну энное количество таких записей знаем которые я уже упоминал те которые были у Шеверева есть целый ряд других ну просто пару слов там еще что вот это вот да не всего несколько но это не все да но это вот как бы железо документированные на шенгольские слушатели которые так или иначе по каждому из этих фигурантов можно провести расследование и пытаться выяснить как бы что какие какие рукописные следы остались но и на самом деле мы такие следы найдем в частности например в частности например и из этих документов можем понять например да что еще раз по наследии как допустим русский контекст попадала тогда когда еще не было опубликованных текстов а многое распространялось именно благодаря текстом второй руки иногда это текст этих людей которые непосредственно лекции присутствовали как случае пастора за другой и например из его записи он присутствовал на нескольких лекциях философии откровений из его записи например можно заключить что в россии определенные вещи которые немецким слушателям были известны вообще никаким образом не были не фигурировали в горизонте но я сейчас не буду просто открывать пример ну могу показать как тут например есть я просто издал эту рукопись то опубликовал и а нет ладно я сейчас не буду это делать просто там например его упоминаются определенные имена авторов которых которых шерен критикуют там напоминается христиан ботланд хайне известный гиппингенский профессор исследований по логе хайне через а через и в записи из эдергольма а он был образованный человек несящий знал немецкий язык хорошо ориентироваться в богословском и философском контексте немецкоязычном там написано хайне и собственно стоит вопросительный знак то есть он не знал какой-то такой какой-то хайне почему же нам его упоминают о чем говорили о том что например философский филологический вещь они в россии в отрыве совершенно от того контекста академического исторических дебатов которые были известны в общем любому там филологически образованному шинговскому современному такие вещи но и понятно что для рецепции шинговской философии особенно там 30-40-е годы именно вот эти самые документы второй руки да они имеют решающее значение но в частности как мы знаем о том что например шинговские лекции сорок первого года знаменитые которые все слушали европейские интеллектуалы дающиеся они были записаны как полу и вот из письма какого мы видим да я могу трудился начали двумя лекциями и владею теперь лучше и траги в берлине так что у меня со всех сторон выпрашивают ее движущий но мне поправлю сказать не хочется давать пусть мы сами ходили записывали и трудились такая запись была она вероятно действительно была лучше таков известен и запись это интересно тем что ну когда мы знаем о ее существовании если когда возможно будет найти это большое событие почему потому что от шинговского курса 41 года не осталось больше никаких материалов кроме записи паулюса который пиратской записи который шинга была оспорена в судебном порядке точке зрения авторского она издана была потом заново манфодом франком 85 году но все равно это текст сомнительный он когда лапун много формируют много и кроме того публикатором явно какие-то вещи но в общем я думаю что он не не очень стерильно поэтому конечно запись катков можно интересно было бы найти да мы эта запись однозначно совершенно было же катков привезена в россию и пользоваться александр и тургенев он из пистолетов с действует и пользоваться и видимо давал наверное каким-то другим рукописный фолиант шинга это явно слушательная запись и понятно что это решающее значение имеет обе рецепции шинговских идей поздних в круге европейского российской интеллигенции как раз в 30-40-х годов среди других слушателей шинговских александр николаевич паков известный историк российский вот в архиве попова хранится такой чудесный документ смотрите это шинговский автограф который попов привез с собой из берлина когда он там был в 46 году там был значит это западный документ здесь написано а ункин а ункин а ункин кисун волк сайн херкин дать миш пойти мая на форуме цуха альным амфай так вертый герис портфар то есть небольшое кратковременное недомогание препятствует мне прочитать мою лекцию сегодня в пятницу я совершенно определенно продолжу все это было объявление который был вывесен на доске да перед лекцией для студентов что сегодня лекции не будет а будет она в пятницу но акцент лишь покупку приторманирует теперь она лежит в пушкинском доме как свидетельство того что он на же лекциях был конспект с правдой мы не имеем а вот пётр николаевич пудрявцев не только посещал его на дому но от него сохранилась замечательная слушательная запись курса по философии и металлогии 1046 года уникальная запись потому что это самый последний лекционный курс который вообще читал в жизни по столько чтобы не преподавал и от этого лекционного курса только две записи одна хранится в швейцарии и она неполная а другая она тоже не полностью сохранилась хранится в архивном искусственном месте сегодня я не стою когда-нибудь издать это довольно занятие почему она интересна потому что это слушательная запись которая сделана во время лекции им непосредственно и потом тщательно переработаны и доработано значит уже после окончания лекции ведь мы действительно этим много трудился вы губитова какие тетрадочки на правых страницах карандашом сделаны беглые заметки с огромным количеством сокращения ее только специалист не может прочесть и в почерке а на левых страницах аккуратно чернилами каллиграфическим почерком литературный русский перевод исключительно интересный текст интересен не только потому что он просто существует а и потому что мы из свидетельств знаем что когда значит попов кудрявцев целый ряд других вернулись после стажировки в берлине под под крыло какого-то каков активно стал их поддерживать и они составили такую группу пропагандистов шелинговской философии каков читал лекции об истории философии по шелингу с его тремя началами разъяснением пишут по стене служили лекции леонтьево мифологии которые отличались ясностью до противоположие смутному изложению как пола а вот константин бестужев рюмин нам сообщает о том что чтобы ближе познакомиться шелинговской философии мифологии они будучи студентами читали лекции шелинга записаны кудрявцевым книги самого шелинга еще тогда не появилось очевидно совершенно что эти записи они не только проникли в россию они были в обиходе они применялись в преподавании в московском университете то есть они как бы давались студентам преподавателю и они таким образом транслировались вот эти идеи но у меня есть в частности например да некоторые сведения о том что среди тех людей которые в это время университете московском учились да и и вот в этом во всем в этих процессах участвовали известный смирнов-плодонов который впоследствии был одним из собеседник полиции соловьёва и именно смирнов-плодонов советовал соловьёва свою первую работу написать о мафиологических процесс для неизвестных текстов которым отчетливо совершенно он шинговскую терминологию просто заимствует ну или там перерабатывает творчество так что такие причудливые путями видите да это влияние может через через мужские записи честный может инициировать всякие такие философские процессы которые сами по себе застудили ну вот я несколько еще рассказал да можно было больше если вопросы я сюда смотрю спасибо если будут какие-то вопросы я готовлю всегда а можно чисто тропатический вопрос я тоже хотел познать значит на самом деле это мы еще это очень интересный как будет пласт исторически именно потому что это же никак документально никак не фиксируется то есть мы имеем дело ситуации когда нам нужно как-то восстановить какие-то элементы истории повседневности а повседневность ее же не замечает кто-то в ней живет он ее не тематизирует никак специально она как сама собой разумеющаяся об этом ни в мемуарах об этом не прочтешь не как бы никто об этом особенно ничего не говорит значит можно только сказать две вещи можно сказать во первых что количество их записей то есть количество просто записей ну экземпляров явно свидетельствует о том что вот некоторые записи которые коллективные изготавливаются они просто дрожит то есть мы имеем например там два три списка ну и единичных практически а это о чем говорит говорит о том что значит где-то есть список и соответственно его брали на время например да и заказывали сажали пинцаря заказывали ему просто под и кстати говоря когда мы сталкиваемся с теми проблемами с которыми сталкиваться в основном люди которые до модерна инфекции изучают когда у нас есть энное количество списков и нам нужно из них значит вы выбить выделить лучшую версию точно филологи классики имеют дело но у филологов классика другая ситуация или того медиаистов потому что это совершенно абсолютно анонимные документы а когда мы говорим про нас на 19 веком целый ряд случаев можем просто восстановить там кто конкретно стрит где-то в этом смысле можно сравнить провод провод про про рыночные детали мы знаем в принципе также мало да как и про то вот как как вещи изготавливаются то есть многие суждения о том как это делалось они основаны ну на некотором таком фоновом знании да которая связана ну с некоторым нужным приданием таким диффузным но например есть свидетельство еще донесенные еще это у него поколением как мы говорим еще учимся который там от своих каких-нибудь деток наверное есть на грязи листа сочетание такой технологии записи я правда скажу просто уж не данных да никто как бы чек чеков просто соглашение но интересно что в письме одного из слушателей которые в эрлангене учились но которые на этот сам эрлангес курс 20 до сперва года не успели а вот это был такой замечательный австрийский деятель церковный франц брухман он впоследствии потом стал он в вене родился и впоследствии он стал одним из активных таких деятелей орбинаридентаристов он начале 20-х годов ронгене учился он переписывался с поэтому аргустом фон платоном который на лекциях участвовал и кстати у него тоже из дневника конспекты первых лекций тоже интересного материал как судебно реагировали там очень много всяких интересных вещей и жоотаж который там народу было очень много и когда шин первая лекция начала читать что после первых двух или трех лекциями нужно были поменять помещение потому что первые лекции я покажу сейчас первые лекции он читал в этом здании это сейчас здание минирологического факультета мы даже знаем где вот эти вот два окна справа и два окна за углом это большая поточная аудитория и мы по свидетельствам с ульменников знаем что по аудитории не могла вместить всех желающих были открыты все окна и под окнами на лужайке секреты студенты и они слушали делиться через окна но поскольку был душно и в общем в общем поэтому неудобно потом попросил что-то в актове залпал в большую валу перевели этот дневник пишет например что что вот он к сожалению опоздал что вот он этот курс значит не не успел послушно он так жаждет узнать как бы что там было и он пишет значит я готов когда готов был как бы или нибудь хотел бы найти готов найти вот эту самую значит эту самую запись наверняка записи есть и он умеет им править виза раньше за любую цену готовку был приобрести ну а какой конкретной цене эту конкретной цене он не говорит ну то есть как бы эти вещи они особо особо не обсуждались да так вот про технологии была такая технология поскольку как это значит поскольку это предмет коллективного интереса например была такая технология договариваться определенное количество студентов они садились первый ряд и они делили между собой если темп речи то есть первый записывает первое предложение 2 2 3 3 4 1 4 2 5 и так далее потом они это все собирали соединяли кодифицировали получали точно записанный текст слову такая тихтофонов не был поэтому соответственно люди это это исключительно интересно на самом деле исключительно интересно если интересный тем потому что ну как бы в этом университетском одобре ходе явно было массово культурных техник просто утрачен которые мы все не представляем как они работали и они были частью но в совершенно банальной повседневности никто на них особо не обращал внимание на при страшном и я вот задавал вопросы коллегам которые картовскими записями занимаются например они говорят то что это вот мы не знаем то есть есть какие-то дефузные предания так чтобы это вот можно было действительно где-то но видно например что есть какие то есть какие-то общие техники я вот я уже говорил допустим вот эта техника например делите страницу пополам до иначе оставляет для доработки правую страницу причем там ну чем по определенным образом располагать текст это типовая совершенно как бы типовая форма рабочей рукописи вот так работал как все просто так устроен шелековский манускрипты все почти они так устроен это было вот техника определенная работа ты пишешь текст а потом ты его можешь дорабатывать ты можешь делать вставки ты можешь там писать комментарии это видимо их университет мы учили может даже гимназии то есть это определенная техника работы с материалом который позволяет так что эти вещи восстановить и это изрекующее именно поэтому да что восстановить эти вещи очень трудно но это позволяет посмотреть вот на эту живую среду в которой в которой вся эта философская деятельность она даже не в эфире как бы бескресно осуществляется конкретно в конкретных социальных ситуациях но и вот по конверсатуре например много вот интересно было узнать мы знаем про иван искусственная шерен специально объявил назначил специальный день сказал в какой-то день можно ко мне приходить домой да и задавать любые вопросы по моему курсу было назначено время это было объявлено публично и если вы приходили и видимо и как раз мы знаем кто в этом консерваторе принимал участие активное там благодаря средствам лучше но что там происходило какие вещи какие не говорили что там обсуждалось про гигелевские репертории мы можем узнать благодаря вот этому заметку вот отшельности консерваторе выручете не осталось но он и он не относится к этому по-другому вы знаете да что он это тоже интересная история дело то что и стоит как быстро возникнуть их записи она тоже даже специфические потому что шерен очень беспокоился по поводу того же бесконтрольно будет распространяться тиражироваться чем там же вы скажу нам видно что уговорит и поэтому он стремился как-то эту деятельность лечь как-то взять под контроль поэтому даже собрал на авторизацию как мне очень помогал а вы были периоды когда он например просто записывать не разрешал все просто не разрешал записывать люди садили где-нибудь сзади и записывать такое тоже было поэтому это вот такой очень интересная серая зона которая исторически плохо документирована вот можно по каким-то косвенным свидетельством по по мемуарным свидетельством установить на этом сейчас мы постепенно будем чем чем больше документов будет появляться тем 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 больше мы будем к этому свету не делал то что обычно ведь как происходит пистолярное наследие обычно чего поднимается каких-то известных людей для того чтобы нам такие средние получить нам нужно же как бы как-то чтобы это были а среди шереновских слушателей там были выдающиеся люди но у тебя ну или когда мы посмотрим сорок первый год там сидели все там киркекор гурхард энгельс бакунин а то есть и кто там еще в общем много будет вот но понятно что и гнев и не в урланге не полно было среди этих студентов просто обычных студентов теологов который потом просто стали какими-то пасторами провинциальными школьными учителями или гимназическими учителями и никто особенно как-то их персонами и особо не интересовался а когда мы начинаем интересовать но в случае за другой кто бы знал про пастора стукольма если бы не эта история благополучно в истории богословия немецкого был забыл хотя он активно как археолог пытался продвинуться в германию есть печатные работы у него есть полемики активно участвовал богословство и так далее но сегодня он учебник истории богословия там хорошо если там полстрочки а для для рецепции и и запись ему тоже поэтому по мере того как начинается интерес вот к этим документам вторых и появляется и возможности и пистолярный и грубой и прочее всяким изъяло ну вот например с русским курсом такая история вот этот самый эндеррейн который который собственно запись сделал запись полную мы пытались выяснить когда мы начинали эту работу мы пытались выяснить вообще кто это что человек по матрикуле определили откуда выяснили там посмотрели там возраст и тогда потом выяснилось что он потом сыграл определенную роль там жизни своего родного города там значит и мы связались там я там связался с историками города узкой ведомости с а вот там что-нибудь слышно это не говорит вот у нас вот про его деятельность по градоустройству значит вот есть статья и смотрю что там цитирует его вспоминания пишут разочет что за такие вспоминания опубликованы вот агро откуда у вас данные они говорят ну вот мы у нас вот есть его про право правом он живет на скорости вот он нам дал как бы посмотреть я писал про право полу письмо вот мы сейчас занимаемся как бы изданием слушать и записи которые один из ваших предков было сделано а вот мне сказали что у вас есть там да есть я вам пришлю прислал нам экземпляр мемуаров там две с половиной страницы написано его впечатление подружинку там других вещей много интересных вообще интересная биография его он там идея на атмосферу очень интересно описывает университет сверху от описания университетский быт там в частности в жизни никогда никто бы не извлек из изогналов такого рода документ так часто бывает что такие документы вдруг всплывают которые которые неожиданно оказываются важно именно поэтому важно изучать не только как бы конкретно великих отцов-основателей собственно за что покойный это темы собственно и разно что-то класса это делается не невеликими умами только а как бы она держится средой и в этих самых констилляциях да в них как бы часто мы находим ключи к пониманию вещей просто получение информации в каких-то вещах которые для историки философии могут оказать могут оказаться решающими на решающей значение поэтому такими вещами на самом деле важно заниматься хотя это требует много времени инвестиций и компетенций соответствующих это супер интересно потому что это позволяет именно увидеть не только не про процедурные вещи но и понять как 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 социокультурном плане как философия работает как идеи распространяются как они просморбируются на что и как они оказывают влияние как они сказываются в биографиях учеников там можно посмотреть что все это уже не учился по в разных отношениях в биографии это какой-то очень важно такой важная правная точка для бухмана его там поворот к патрицизму он был настроен очень припечь 5 католичку потом становится там для там предположим для других его слушателей этого путь в академическую карьеру так положим андреас ватна известных последствий за улок который потом будет у коллега академии наук понятно что первые импульсы были или но там можно другие можно примеры приводить то есть можно посмотреть на то как это как пост после действия какого-то философского высказывания иногда даже вот в него гемической и вообще не ученой среде это тоже такая интересная вещь можно поставить вот такой вопрос чисто филологический здесь есть у нас довольно хорошо хорошо сохраняющийся всегда можно хотеть чтобы было лучше но довольно обширный по сравнению корпус текстов двух типов с одной стороны записи лекции слушательских другой стороны там изданные материалы которые в некоторых случаях соответствуют друг другу не во всех но по крайней мере в некоторых случаях есть параллельный но за для этих двух типов и соответственно достаточно богатый материал для того чтобы сравнить одни с другими и так сказать может быть вывести какие-то закономерности касающиеся того какие особенности имеют одни по сравнению другие другие по сравнению с одним и мне это приходит в голову вопрос немедленно были ли сделаны какие такие исследования с целью экстраполяции этого другие тексты в том смысле что какие-то особенности условно говоря такого жанра как слушательская запись может быть можно на таком материале и параллельно умеющимся материале текстов на печатных выявить чтобы понять являются ли какие-то из дошедших до нас текстов условно говоря у меня сразу приходят античные тексты типа плотиновских текстов типа неоплутонических комментариев на аристофель и на плотину на кого угодно соответственно для того чтобы произвести некоторую на этом материале оценку того какие закономерности соблюдаются в этих текстах чтобы можно было сделать вывод о том как они были созданы были для и не созданы как бы в качестве записанного произведения или они были созданы скорее качестве произведения написанного это исключительно вопрос безусловно правильный вопрос мне просто интересно были попытки сделаны мне не известно на самом деле потому что с точки зрения как раз именно филологической техники это вообще довольно новое но но новую область исследования почему потому что ну во первых вообще да интерес к текстам второй руки это сравнительно новое а во вторых вот этот интерес он возник собственно 60 80-е годы тогда же когда возникла тогда же когда изменилось отношение вообще как бы изменилось вообще концептуальное основание все собой этой деятельности эдиционной потому что начало что филология была направлена там до 60 начало 70-х годов на восходящее клахману представление о том что в чем заключается задача критики текста да значит нам нужен как бы целью является лучший текст как мы определяем какой текст лучший что является направляющим направляющие есть представление тоже в текст выражается некоторые авторская воля есть текст который больше соответствует авторская воле те которых меньше соответствует за счет чего эта возможность реально proved чаем много разных версий видим что там предположим да как бы одно чтение дает больше сама ли более более святостно с чем другое чтение мы говорим вот это чтение а только дефектное а это чтение о праве все этого поклоняющийся чтение мы фиксируем лиза но эдитар своей воли вот это это у нас есть аргументы директор 60-е годы происходит перевод но под влиянием в том числе всякого поструктурализма до происходит перелом этой практике приходит понимание того что сама идея лучшего текста она в целом ряде случаев она в воздухе висит потому что существует масса текстов в отношении которых мы вообще не можем говорить о некоторой окончательной авторской интенсии но многие наверно знают что послужило триггером таким главным дискуссии триггером послужили дебаты вокруг издания рукописного наследия было сделано сначала в сороковые годы до знаменитой издание дебина штутгартская который передел в этом доступе висит которая строилась именно так конституция правильного текста все остальное загоняется примечание говорится вот там есть зачеркивание исправления варианты авто как бы их значит нам это не интересно нам интересен только результат и был такой замечательный немецкий филолог дитрифтатлер который затеял альтернативное издание скриптов которые каким образом устроен он заявил в духе вот этих всех идей до постпортуралистов что текст вариативен что автор это фикция и так далее он заявил о том что давайте посмотрим на текст так как он действительно перед нами наличен а перед нами наличие это черновик в котором есть полимсест в нем есть текст в котором как бы какие-то вещи существуют в одно и в двух в трех версиях иногда все вычеркнуты к ноли кроме одной иногда не вычеркнутых 2 или 3 значит автор не определился с тем какой окончательная как нам этот промежуточный статус когда мы его в печатную форму переводим как нам его показать получается что мы как бы если мы исходим из идеи лучшего текста тогда мы насилуем как бы это многообразие вырезаем тот который нам кажется более удобным или там более убедительным все остальное это шла а давайте посмотрим на этот текст как на как на живое целое сложно посмотрим на него в геннессе в процессе увидим что там нет нету как бы одного однозначного последнего смысла потому что у нас средств нет и вот интерес к этим самым с мужским записям да он еще связан с интересом этой проблеме уже чисто философской до соотношение что письмо вылечу то есть как работать в письме как в речи работает до одной а первая часть вашу вопрос в контексте всех этих проблем проблем как бы сложным оказывается генерализующая модель прежде всего потому что тексты возникшие в разном исторических условиях они но они так разные разные внутренней нормативности обладают но простой пример существую определенные риторические как они устроены там в тексте они в текстах разных языков и в всех стах разных культурных формаций по разному значит насколько норметелются насколько и идеализируется там определенные письма насколько существует для него под определены гитарический роста формат такой но это обычно и поэтому как бы в отвлечении от содержания в отвлечении вот вот этого представления о исторической измененности гитарических клише очень трудно разработать какую-то типа абстрактную модель да я в этом отношении не часто спрашивают с этими дебатами вокруг авторства часто спрашивают а чем вот как бы у нас же есть компьютерная филология искусственный интеллект давай миросети и все время приходится объяснять что искусственный интеллект он может как компьютерные методы там и статистические прочее они позволяют действительно ну какие-то результаты получить но эти результаты они в отрыве от содержания на самом деле очень мало что дают в отрыве от содержательного анализа этих риторических форм то есть можно создать математическую модель что она нам даст насколько она позволит нам выявить какие-то индивидуальные особенности как я обычно привожу такой простенький пример давайте возьмем нам сравним не знаю пять тысяч отзывов на кандидатской диссертации мы как сможем определить степень оригинальности и как мы сможем по определенным генерализуемым признакам определить какие из этих отзывов когда какая группа отзывов принадлежит одному автору или даже об этом порядок который не знает риторических правил определенных там норм и так далее ритуальных формулировок которые там должны быть он не может это правильно оценить потому что он как бы не может оценить что релевантно для развлечения там индивидуальные и в случае древних случае древних текстов я думаю что это имеет силу которые даже на 5000 отзывов на кандидатской диссертации работают для выявления авторства но они работают для выявления авторства один и тот же человек это написано это как бы интересно но в ограниченном диапазоне случаев нет ли подобных методов экстраполированных с такого материала я не видел таких вещей хотя на на самом деле это интересно интересно вопрос можно ли по некоторым скульптурным характеристикам да да и безусловно вы правы то что тоже первое приходит в голову что это зависимо от языка зависимо от риторических очень сильно зависимо они привязаны некоторым вот таким структурам но и безусловно если такие элементы разрабатывать то это нужно сильно учитывать но нет ничего такого возникает вопрос что можно хорошим кандидатом для того чтобы в отрыве от идиом и в отрыве от такой маркер мог бы добыть такой маркер быть указывающий на душе текстами устное происхождение хороший вопрос потому что я небольшой знаток вот интересно например помимо просто вот вариативности допустим нарратива и вариативности выражения какими аргументами положим пользовались библиисты там побежал 17 18 веков когда они вот обосновывали вкусные киритмы которые в основе канона а логика а логика вот так можно нужно посадить у людей же по какой-то металлический инструментарий понятшиеся аргумент от здравого смысла что у нас есть и варианты а есть вариативные компоненты и мы глядя на то что варианты что и вариант на что вариативно можем сказать о тут есть какое-то ядро устного предания да а есть какие-то вещи которые там варьируются в разных версиях но можно ли это статистически устной я не знаю сколько я помню так это был статистический по крайней мере но за момент который кажется вспоминается не заключается в том что там был обратный перевод некоторых высказываний на на аравийский приблизительно как помогут и соответственно подчеркнул что посмотрите что то есть такие литерации кисло и загибы слов соответствующие размеры это должно было звучать именно прошу вкусно ну да а письме это теряет тот смысл какой-то был бы ну вот пожалуй поэтому всего скорее то есть это соответственно что это как бы не ответа не отрывно от содержания это и не отрывно опять же от естественного языка то есть формализовать эти критерии я думаю что сложно но вопрос оставить нужно понятно что риторический эффект в случае нового завета и подобного подобного рода речи он важен а в случае с так сказать условными текстами древнегреческих философов если особенно такие сухие философы типа аристотеля или комментатор аристотельских то это конечно труднее но правда здесь еще есть так понятно понятно стешниковеческие проблем я нужно все таки когда мы говорим про традицию которая состоит там 150 200 лет на хронологически гораздо более дифференцированных внутри себя когда мы говорим про античные тексты это уже седиментированные тексты да у них как бы их значительная часть их как бы предшествует на таком гидрес она просто него безвозвратно утрачено и они сами по себе уже представляется то есть в случае когда у нас есть авторские тексты есть тексты второй руки там или когда у нас есть много разных текстов второй руки которые датировать точно можно посмотреть какой раньше такой позже и сумаса и ситуационный контекст возникновения реконструировать там еще так мы ничего этого не имеем для средневековых текстов или там для 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 театичных тем более то есть как там узнать что это за скриптом что там какие-нибудь ящик да ну и кроме того кстати я думаю что здесь еще если говорить про то можно ли по каким-то параметрам определить связано собственно не связано собственно я думаю что навскидку нужно учитывать что решение таких вопросов например она требует изучение положим истории техника письма потому что понятно что запись устного текста пером и запись устного текста стилосом вечером и здесь тоже то есть это здесь как бы большую роль начинает играть те вещи которые которые кстати философии как раз и стали филологии обсуждаться материальность носителя то есть материальный носитель это не просто какой-то как бы нейтральный медиа который сам не оказывает влияние на то что собственно и в этом смысле как сама техника письма то есть поэтому вот это это все должно обсуждаться наверное еще в связи с теорией медиа и вообще вот с историей медиа да вещи которые пока сейчас тоже потому что понятно например это особенно для нас актуально и понятно потому что мы понимаем что мы с такого рода проблем не например отношение как у современного автора вообще не нужно делать у нас компьютерный текст а материально сфиксированных провежущных версиях мы вообще не можем говорить и как бы процесс генезиса значит он весь как в тексте он весь как не стёрт не вполне потому что есть же практика современной академии множество драфходящих пишет книгу он но это когда он специально это делает но и вероятность того что они сохранятся независимо от воли автора она тоже невелика вот тоже кстати интересно почему такие проблемы технологические вот с этими текстами 18 начал ни одного значительного текста философского первой половины девятнадцатого века вы ни одного из них не имеем авторскую ни одного у нас нет авторской прописи финологии духа мир как воли представления системы науки логики почему потому что он не рассматривался как обладающий самостоятельной ценности с одной стороны с другой стороны поскольку ну как авторского права разумного не было и практика пиратских изданий была шерох распространенной на силу больших издателям вот то обычно когда книжки издавался то рукописный текст он обычно уничтожился то есть это беларин по которому делался набор чтобы это куда-нибудь прибыли с ним было да он уничтожился поэтому и не от одного такого классического текста не имеем авторской тесны правда тесну просто посмотреть когда писал много бы нам рассказал продукта потому что папа тексту видно что у него свой какой-то генезис есть что внутри самого детства определенное движение и сам характер письма довольно четко видно и было бы интересно нам нам на реальном идеальности посмотреть нас поэтому ведь это тоже как в практике такие казалось претенгентные вещи будущие исследователи изучают по истории права да совершенно непонятно как для насколько насколько она там будет насколько она будет сохранена действительно насколько сохраняется сервера да вот а ну вот если будет интересно просто действительно какие-то вещи можно очень наглядно даже бывает представить вот если вам интересно посмотрите как-нибудь в на страничке бады на ульферберской землянной библиотеки то есть страничка посвященная архива вердерлина там во-первых вывешены фоксибили всех рукописей там вывешено вот это самое что дворецкие издания которые в сороковых годы делались вот но там есть замечательный проект значит есть известная такая библиотеки рукопись так называемая гомбургская тетрадь гомбургский фолиат так называемый поле и это как раз текст из которого ведут свое происхождение вот эти всякие вот и все его поздние до поздние тексты которые сначала рассматривались как безумные а потом потом были оценены были в своем поэтическом достоинстве да и подробный перестали вызывать и это детстве которые ну по поле поле графическим некоторым параметом довольно четко можно определить что там из разных слоев из них на ней свечи которые написаны врачи которые написаны позже и там например здесь замечательный проект они сделали так называемые динамическое динамическое изображение в области изображения и они просто лист и на листе анимационно просто возникает то есть они возникает сначала одно потом другой может динамически посмотреть что зачем возникло что например написано зачеркнуто после него написано вот это а потом дать можно прямо в динамике посмотреть вот как 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 мануслить вот как он как он живет но понять что это результат сложной работы полиографической да но есть возможность это сделать абсолютно посмотрели там это ролик там не знаю секунд 20 но это впечатляющий зрелищий стиль то есть какие-то вещи и столовые современные тоже поставляют папа ну а ну правда как вопрос так и ставить нужно было проблем в том что действительно как бы совсем вот такая какая-то генерализованная модель я не знаю сколько она возможно вообще это перспективно может быть насколько да но вообще это очень правило это правильно правильно потому что как ни странно вот эти все проблемы они вызовом являются для собственно для способов обращения с этими традиционными текстами которые мы сегодня мы делаем все и с этим связано гигантская дискуссия по поводу того что дает какие преимущества и какие недостатки имеет соответственно аналоговая цифровая форма презентации текста выбер понимаем что если у нас имеется сложный текст допустим во множестве версий до между которыми нет иерархии то самым процент цифра дает тот же другой способ для того чтобы такой текста презентации мы его как бы мы делали что версии как вариативные все зашивали в один до в один сложно устроен допоминать мы можем как бы более ранний слой более поздний слой включить выключить посмотреть как они соотносятся отсюда вот популярность санкции право бездания да и это действительно дает прям новую 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 возможность у нас вот в этом цикле семинаров лежа рассказывал про то как является одним из тех кто сейчас создание хана делает германии вот как раз цифровое такого рода с многочисленными иерархизированными типами собственно текстов которые по-разному отображаются которые обновленного правда вариант доступны так что с одной страницы это можно выйти в случае стандарт действительно это целесообразно уже есть английский и немецкий текст они существенно подруга отличаются дамы того отличаются еще и опубликованный да и с машинами машинописном тоже есть и и вставки разные слои и все остальное то есть это действительно цифра в этом смысле дает в огромные преимущества но понятно что это проблема не только содержательная проблема еще коммерческая также издатели очень упротивятся многие да ну то есть есть консервативная партия которые понятно потому что аналоговая форма это соответственно рынок сбыта это определенные механизмы дистрибуции гарантированные доходы из государственных средств потому что понятно что у нас научные издания не покупают сейчас на милиции безумные деньги они покупают государственные библиотеки значит дать имеет гарантированный сбыт фроман-хольфбокт он эти тома которые там стоит много сотен евро который конечно никакой частной пользователь не можете поскать не гарантированно продают определенных тиражах и здесь все в порядке а если будет цифра как защищать так продавать в общем масса неоднократно они дырят продают затеяли смысла но в общем да то есть вот но как раз как раз вот эти все разные вариативные формы презентации они конечно огромное преимущество ну как степку с постом так пытались делать разные временные слои пока аналоговые делались текст они пытались на цветом пользоваться вот а понятно что вот при при использовании компьютерных технологий это конечно дает классами но здесь есть например другие проблемы допустим даже более банально например понятно допустим что цифра она позволяет всеми дополнить до дополнить например корпус этот колоссальная проблема допустим при издании пистолярного материала вот когда академические издания издаются главная претензия какая полнота значит как нужно претендовать на полноту когда каждые два года вы открываете каталог какой для аукциона и нам всплыл какой-нибудь еще очередной документ а это периодически волнами по времени периодически наступает коллеги сменяется да и часто очень частные владельцы потопки наследники но и просто коллекционеры они какие-то вещи начинают пускать и периодически вот бывают такие волны много в основном что частные оседается вот такого рода мелкие документы крупные тексты и пистолярное наследие открытки записи в альбом ну и вот такого документы типа вот этой вот записочки или там учете они как автобус возле коллекционер и старый большой перейс и выступаем вставляют на аукционы поэтому все кто занимается там еще они регулярно за этим функционами среди потому что это единственно иногда единственная возможность узнать что такой-то и такой-то документ просто существует так что ну что коллеги я предлагаю перенести в дальнейшую дискуссию на все когда-то запись завершить, сказать уже о любви себе потому что сначала тоже для такого-то момента спасибо давайте поблагодарим Владиславовича за это путешествие в этих тех спасибо спасибо очень рад быть в институте и рад что у него спасибо делиться и этими надлительными спасибо 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 все можно да 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 так вот это надо отдалить да Удалить и удалить. Нет опции удалить. Можно только отправить. Или можно просто по разведу переместить. У них ценностей особой не удалилась. Мне кажется, что дайте. Сейчас просто корзину. А, то есть все понятно. Окей.